всех вас приветствую с вами я ваш веган христолюб пацифист сегодня у нас с вами ролик посвящен именно этой теме я как христианин как веган конечно же много об этом говорил помимо проповеди свободе слова как я их называю вот на этом канале на котором вы смотрите христолю проповеди у пищи в пустыне вегана можно еще теперь добавить и пацифиста ролик записываю 1 марта 2022 года происходит в мире у нас ужасные события такое ощущение что скоро третья мировая грянет как гром с неба с известными кто будет смотреть ролик на горячую с известными событиями происходящими на украине я вынужден назвать их как так как их называют представители властные представители российской россии российской федерации это спецоперация в украине которые как я уже выразился вполне может закончиться третьей мировой ядерной войны какой угодно да я конкретно сегодня об украине говорить не буду об этом у меня будет на днях ролик на основном моем казнале христолюб веган а сегодня поговорю об общей мысли да конечно же я уже кто я говорил что в принципе этот год возможно год последний для моих проповеди я уже заканчиваю свою деятельность на ю тубе я обо всем об этом говорил помимо этих проповеди которые есть на этом канале на христолюб проповедь купеющую в пустыне вегана в свободе слова в плейлисте любовь к врагам патриотизм национализм и все вот это до враги народа церкви и чего-то государства да вот в этом плейлисте вы найдете все подобные ролики я не забуду добавлю ссылку в подсказке в описании к ролику в первом закупленном комментарии вы все найдете если нет пишите я дам личную ссылку лично дам ссылку в комментарии вот мы добавлю все забыл забыл вот и у меня на канале христолюб веган чтение библии иных писаний я об этом не раз говорю при чтении писания и ветхого завета и нового у меня целиком библия про чтением с комментариями записано коран у меня записан на канале на том уж там тоже войне я все время говорю об этом недопустимости вообще побеждение даже зла да зло уж не говоря о том что самому это зло начинать усаживайтесь поудобнее занимать своими делами ролик будет очень длинный кто знает я не умею говорить короткие видео стараюсь объять необъятное но хочется верить и конечно же плоды есть что люди которые смотрят мои обучающие может их можно назвать видео никогда уже не остаются теми кем они были конечно я убежден что будет много и говнище в комментариях под роликом по поводу всего этого кто кто за войну за вынужденную войну там за оборонительную за защитительную якобы мы обо всем об этом поговорим ролик обращен и к здравым людям и не к здравым которые выступают за войну я в каком-либо виде пап кто знает историю человечества от начала грехопадения адама с евы зло не творится в чистом виде очень редкой когда человечество доходит уже совсем до крайностей но это до какой бы крайности не доходил человек он любое свое зло оправдывает добро прикрывает добро именно поэтому древо зла которая спас плодов которого вкусили наш прородители адам с его названных древом познания добра и зла там к сожалению в библии слово добро в кавычки не взято да и потому что любая война прикрывается благими намерениями то же самое да ну я сколько могу насколько меня хватит ролик может получится честно я себе вообще никаких кто знает рамок в этом понять плане не ставлю у меня бывают ролики реально по три часа редко но есть у меня даже таких парочку почему-то не ощущение сейчас я не знаю чем он закончится что он будет длинный ну вы может уже видите кто включил знаете как какое у него время ну вот но я пока не знаю может быть час может быть два может быть три я постараюсь по максимуму в него тоже все свои мысли которые я на протяжении всего своего уже шестилетнего служения в интернете говорил да все их здесь и показать и даже сказать несколько мыслей к сожалению знаю что мир сгорит в огне да все равно мне хочется об этом сказать чтобы людей хотя бы то в головах было вот что мир это на земле мог бы быть возможным если блюде его хотели любовь добро божье царство на земле реально было построить в теории и это возможно было бы на практике но на практике это не осуществится никогда потому что люди большинство людей выбирают зло поехали пацифизм значков вот я ведь вам яндекс открыл очень много правильных глубоких сразу смысл мне нравится где две руки вот так вот нравится когда игол голубь символ мира всегда да вот разные радуга означает когда значки там в цветах радуги или фон радуга все это означает как спектр всех цветов сюда что все люди должны жить мирно много как видите где-то с голубями все это связано поэтому может быть и голубой цвет цвет неба мирного да они горящего в огне разные очень красивые значки я бы себе конечно и татуху пацифизма добавил бы куда-нибудь можно даже сюда на кадык руки уже заняты да вот было бы неплохо такая прям в стиле очень тоже моих подходит вот этих на кисти да вот очень много я говорю интересных всяких изображений ну таких как символов но мне понравился они часто связаны с людьми с мелкими человечками их видно не видно вот ну он с флагами всех стран ну в общем прочие вещи да будет где-то было с человечками а вот она вот ну как вы видели я выбрал вот такой вот тут как бы руки да такие разные тоже цвета радуги все весь спектр цветом давайте с википедии я кто знает очень часто обращаюсь если что-то нужно какую-то такую информацию взять беру с как она сама себя позиционирует это свободная энциклопедия да вот хотя статьи статьи там без авторский хотя понятно они кому принадлежат и там в любом случае есть и то есть они могут быть абсолютно не вложена в них душа человека человек может принадлежать какой-то мысли но все-таки со сама мысли википедии не все нравится что это свободная энциклопедия якобы ни за что не топящая просто площадка да библиотека мы все здесь читать не будем в этой статье есть уже разбора и христианского пацифизма ну по сути мы будем делать только я уже не буду ничем пользоваться мне все не надо по цепи с пацифизм в ссср христианский пацифизм современность но тут как мы видим тоже нету разбора пацифизма в исламе там в разных всех народах или еще то есть тоже видно что писал в принципе скорее всего ну русский человек может быть даже христианин раз затронул тему христианского пацифизма и пацифизма ссср всевозможный человек возрасте написал статью я все что отсюда хочу взять это совсем немного я очень часто так делаю это именно определение шапку дальше я уже буду говорить сам как служитель слова да и так пацифизма от латинского pacificus миротворческий или конкретно делаю мир пацифизм дает чтобы было понятно все надо начинать с определений малый баб бывает порой у людей какие-то споры вот именно знаете реально просто люди в одно слово вкладывают разные мысли и или наоборот в разные слова не понимать друг другу не вложили один и тот же смысл вот это очень важно поэтому чтобы мы с вами к единому знаменателю есть такое понятие в математике кто помнит да вот пришли а там уже верху все складывали в числителе надо определиться с понятиями так вот пацифизм это делаю мир или миротворец миротворчество идеология сопротивление насилию ради его исчезнуть и исчезновения другими словами здесь вот не очень мне определенно нравится ну небезに зависимого the источника мы скажем ну просто вдумываться надо идеология сопротивления насилия то есть сопротивление насилия ради его исчезнуть исчезновение то есть другими словами что до зло побеждаю злом наш насилие есть зло в любом случае поэтому более есть простое понятное понятие и в христианстве в новом завете прямо нам от христа его учеников оставим завет побеждать зло добром то есть да и здесь поэтому и и здесь есть идеология сопротивления вот такому мировоззрению что можно зло победить зло понятно да все очень замучено поэтому проще конечно пацифизм это побеждение зла добром прямо самое настоящее христианство до настоящего христианства да не сейчас поговорим сегодня и о псевдо христианстве как всегда давайте чуть поподробнее да есть же будут немножко пару предложений мы их зачитаем пацифическое пацифистское движение движение за мир антивоенное общественное движение противодействующее давайте вам покрупнее тоже сделаю мне будет полегче читать движение противодействующее военным методом решения политических конфликтов в частности осуждением аморальности таких методов к пацифизму относится и входит в него не насилие анти империализм анти империализм разоружение контроль над вооружением демилитаризация антимилитаризм антивоенное антиядерное движение ну по сути ведь у нас очень много слов многие слова как они там называются не помню которые взяты из другого языка не перден антимилитаризм и антивоенное движение от одно и то же слово то есть просто получается уже это не тавтология даже а повторение то что у милитари просто не переведенное английское слово военный там до пацифизм осуждает всякую войну отрицая саму возможность войн быть правомерными национально освободительными священными и тому подобное я прочитав это здесь с этим полностью согласен и подписываюсь именно это я исповедую тоже частности как всеобщую истину часть всеобщей истины о любви человека человеку и так далее войне страдать не только люди животные кого только не туда следующий слайд у меня вот такой вот есть такая картинка люди вот жалко я сам не умею хорошо рисовать я бы многие свои идеи тоже переносил вот на такое художественное творчество вы знаете я когда сейчас эти все начались события в россии и украине сам я русский хотя я ненавижу национальный национализм в том плане в каком все это подают да я когда даже наговорю все русские надеюсь люди меня правильно понимают или вы приходится оговариваться это то же сам что сказать яблоко или груша вот люди там что-то поделили даже русский русскому рознь потому что в каждой национальности каждый человек может иметь так скажем десяток видов крови в себе этнической да он при этом может быть русским пацанам национальности но быть еврейским украинским немцам да там в нем чего только нету отец с мамой одни там бабушка с дедушкой другие там у него столько крови намешено что да вот поэтому это лишь разделение в моем понимании к сожалению такое понимание разделяют в мире единицы людей это лишь просто разность ну и я просто должна говориться хотя по моему понятно основному языку можно понять что я человек русский но по сути я не столько русски все говорю а что просто понимали где живу вот это более все считаю важно что просто вот это более для меня под меня говорю что я из россии где конкретно место нахожусь это я считаю как раз важно для проповеди это может что-то для человека просто дать какие-то мысли определенные да вот ну и я обычно что не русские это мне вообще на это с высокой колокольни все эти деления я говорю что я русскоязычные это просто но это в принципе понятно и по языку да вот но все таки да потому что можешь знать несколько языков и непонятно основной его кто-то может попасть тоже имеет два-три языка в арсенале и не может быть я там гражданин греции там еще что ты просто решил проповедь на русском записать знает язык нет я других языков не знаю разве что и understand me весь мой словарный запас да вот я русскоговорящих живу в россии хочу чтобы тоже было понятно вот основной массе людей верующих не верующих даже вот бог именно такой вот бог именно такой это абсолютная ложь я скажу кратко об этом у меня есть не одна проповедь особенно при чтении на другом канале библии целиком ветхого и нового завета корана вы все это узнаете но я кратко еще раз скажу бог не такой бог есть абсолютный свет это иносказательный или символ на боге так говорится а другими словами более понятными бог есть любовь и никакого зла бог не творит бог есть источник только добра все зло который хотя он свободен и бог есть свобода и мы с вами свободны и в принципе источник и сущность наша любовь и добро но мы обладая той же самой свободой не тоже которую бог даровал нам бог просто есть и мы есть и он есть вот эта любовь свобода и бессмертия обладая свободой мы можем выбирать между добром и злом бог конечно может творить зло но он никогда его не творит это не постижимая поначалу в теории но постижимая на практике сущность бытия когда вы до этого доходите вы становитесь как бог и тогда вам все становится понятно и вы точно так же это и понимаете и объяснить не можете потому что внешне это кажется антиномии я свободен да я могу сейчас будучи веганом взять и убить животное могу физически могу я это сделаю когда нет такие понятные примеры да я могу убить человек легко у меня есть руки ноги я достаточно сильный здоровый парень я могу голову свернуть на раз два три я сделать когда нет я свободен да ну а чё ж не делаешь я не хочу я хочу быть счастливым а счастье невозможно без любви без любви в тебе что ты любишь и без любви к тебе когда тебя любит сущность блага бытия счастливой жизни закон один любите быть любимым все другого ничего нету если даже кто-то не любит победить эту нелюбовь можно только любовью нет другого варианта вечности что бог не такой я кратко пробегусь без всяких стихов вам все буду я для того у меня есть канал отдельной проповеди чтобы не захотя ведь тоже картинки что-то зачитывая но все-таки относительно библии я стараюсь глубоко не лезть а если лезу своими словами говорю практически без цитат прямых ну и просто много я знаю наизусть и дословно поэтому конечно надо кажется я зачитываю до кратко скажу бог творит мир абсолютного блага творит первых людей люди сами по своей свободе совершать первое зло убивать животное пожирать его труп затем каин убивает авеля одно это говорит о многом всем тем кто думать что бог есть злой вот 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 это вот для него игрушки радость это не так когда каин убивает авеля в библии мы видим что бог во первых когда он только собирается убивать бог всячески к нему взывает и говорит да грех лежит про дверях тебя тянет ты испытал злобу ненависть брату не делай этого но ты противостой ему именно такой диалог бога с каином нам передан в библии каин не слушает бога убивает авеля бог обличает каина да говорит кровь брата выпьет ко мне за что-то зачем-то убил быть мы убил и убил мое желание так захотелось что бог делает в библии нам четко описано что бог полагает некое знамение на самом деле это символы образ то есть бог полагает такой закон и всячески пытается на корню в самом зародыше загубить к есть такое понятие как кровная месть и говорит что кто к тому кто убьет кайна никому не убивать его как написано положил знамени на него чтобы никто не мог убить его его в концовке убивает его родственник это был образ это было нам показано все это как бог мыслит что бог хочет от нас он не запрещает вниз он потом не отрубил всем людям руки на земле чтобы его не убили его убил собственный родственник но бог показывает нам каково его желание он говорит что я ложу на кладу на него знамени то есть запрещая всем убивать и более того как всегда как мудрый великий родители бог дает и пряник и палку да и говорит что и к тому кто убьет каина казалось бы он убил своего брата вели его собственный родитель адам с евой могли задушить и нарожать еще много хороших людей хотя без свободной воли они бы их не родили а значит они тоже мог творить добро и зло у них потом родилось много написано детей и дочерей и сыновей сделали они это нет они убивают своего собственного сына хотя этот сын убил их другого сына нет кто-нибудь потом бог как бы разрешает делать нет в библии нам четко описано что бог говорит что вот на нем знамя не трогайте его и тому кто это сделает отмстится всемиро то есть еще хуже все это понесет то есть мы видим как бог пытается это прекратить когда человечество падает во все тяжкие кто знает историю со всемирным потопом но и ковчег и все вот эти дела после выхода но из ковчега бог еще раз пытается второй раз бог всегда говорит два или три раза очаг не понимает бог оставляет до человеку погрязнуть его дерьме чтобы он тогда только сам понял что такое добро и истинный любовь так вот когда все человечество тонет да и потом но и выходит то бог еще раз предупреждает людей говорит что вот вас посмотрите вы же от одной крови все вот ты но и у тебя три сына там было да и что кто прольет кровь человеческую тот сам пролит тот сам будет убить да ну естественно за это написано я взыщу с каждого кто прольет кровь человеческую брат брата мы все бог два раза в истории человечества показал что я сейчас не буду тему потопа трогать до кратко скажу вдруг тот там опять возмущается что бог плохой бог неплохой люди сами открыли бездну как они сделали уже не суть важно вот и потонули они все потому что на земле воцарился просто от и более того этим поступком всемирного потопа было показано что у нас очень любит особенно вот времена войны возмущаться где же бог почему он все зло это не прекратит бог то скажем попуская точно так же и те события которые происходили со всемирно потом показал что ничего это не даст и тогда надо каждый день вас лица земли просто смывать потому что вы обладаете свободой это очень важно два таких примера внешне вот это как все любит что бог палкой все мир на земле сделал и когда бог явился в плоти иисус показал что через внутренние его точно также готовы убить даже когда он сам пример показал как надо жить свято чтобы было царство божье на земле вот бог все для нас сделал чтобы мы понимали где истина где ложь вот и разделил бытие для того чтобы кто хочет попадал в царство небесное царство любви а кто хочет попадал туда куда он хочет в царство ада где они говорят что так все прекрасно на самом деле от для грешников это идеальное место они его сами здесь своими руками лепили и попадут туда же к чему они слепили просто они будут разделены от тех которые для которые для тех которые эти лепит так называемый адский рай для них это самый настоящий ад какую-то табличку красивую на со словом рай они на него не вешали не прибивали для светлых душ что уже на этой земле творят люди грешники для них это уже от каким пирю красивыми табличками с названиями рай они не называли это просто от что ведь творят на земле так что вот так вот бог нам показал мы два раза от одной крови сегодня конечно же буду говорить в свете пацифизма о национализме о расизме обо всем кратко или так размытыми фразами уже не буду сегодня вам зачитывать по понятие национализма расизма все это будет в свободе слова такими вот у меня да немножко винегретными словами хотя у меня есть небольшой планчик вот по слайдам я пойду так вот бог не такой дальше единственный все равно здесь скажу не чтобы так я много тем себя затрагиваться проповеди по поводу того как потом написано вся библия где там якобы бог повелевал евреям убивать соседний народ захват и чепуха когда еще пал адам с евой убив первое животное сожжав его труп кто помнит историю когда бог возвал к ним призывая их покаянию они сразу что начали делать адам тыкал на еву адам это и человек и образ ума до его это и женщина и символ сердца то есть это ум всегда тычет на сердце то она просто хочет поэтому я сделал а сердце кричит вон это страсти меня разжигают дьявол да поэтому в общем никто не виноват и адам с его не были виноваты что они тыкали они еще и богу умудрялись тыкнуть его его адам возмутился перед богом это ты ее слепил вот ты мне тут ее дал это она меня завратила евой ты что-то вот ты тут этого змея нам запустил до в дм так что ник мы не виновны у нас ручки чисто именно этим языком вот этим прародительским змеиным языком и написана вся библия после этого события описано в третьей главе книги бытия вся библия написана вот этим змеиным языком первых людей дальше во всех грехах человеческих будь все время мазаться обвиняться бог вы кто читал библию тот знает бог плохой бог одних призывает это бог повелевал но и повелел якобы на этом животных убивать не после третьей главы книги бытия вся библия написана вот этим языком бог плохой а я хороший об этом я говорю в предисловии книги чтение библии я повторяюсь я уже почему я говорю потихоньку я завязываю со своим проповедем то что все я уже толчусь по кругу кто захочет узнать истины те роль которые записаны у меня на канале библии это же не просто так чтение библии они все с комментариями вот такими да мы хоть и читаем там конкретные тексты но естественно все идет с комментариями то есть с проповеди да поэтому такого библейского бога и только в головах грешников всех последователей до детей адама и его это до сих пор бытует в головах человеческих бог не такой у бога там нету правых на войне не правых с нами бог неважно на бляшках фашистов они были там до или когда князь владимир отрезал голову своему брату все в киеве сидящему да кто помнит всю эту историю все это чепуха бога то вообще нет бог есть очень легко определить где есть бог бог есть любовь где нет любви там нет бога а любовь она не причиняет ближнему зла она не завидует не ищет своего она всему верит всему разорадуется да она везде творит добро это очень легко все определяется поэтому когда ты с шашкой на голо да скачешь на коне чтобы кому-то отрубить голову никакой там любви нет нет там никакого бога по поводу христиан сам я как христианин пытаюсь все время обелить и бога и христа и христианин человек познавший истину в головах 99 процентов христиан иисус именно такой вы таких конечно иконок не увидите или там даже картинок то что чтобы такую картинку христианина где-то увидели в социальных сетях не уж писали да чё ты такой я там и когда начались я очень много постов стал делать все что сегодня говорю я за все эти дни сегодня идет пятый день так называемые операции россии на на территории украине да я очень много активно себя проявлял я не записал еще ролика конкретно касающиеся событий этих но я чужими словами выражал свои мысли да поэтому много чего постил видео текстов картинок вот такие тоже были да и есть есть мне все сопровождал комментарии хотя писать кто знает мне очень тяжело трудно дается но я себя пересиливал эти дни и много немножко так много не немного не знаю для меня много пытался выражать свои мысли текстом кто-то в общем только так и делает просто конечно у меня и дарта слова в этом плане есть но в общем всему свое время скоро и по украине запишу тоже так вот когда касается дел они как бы такие картинки вы нигде не увидите христианина только такого как я но вот именно мировоззрение у них именно такой вы знаете я говорю что по поводу всей библии там коран еще что-то или просто атеизма там или людей что это иногда деле тут все к религиям дело даже не в религиях вот и знаете когда на словах все или когда конкретных в жизни примеров нету все кажется да нет да мы не такие события нынешние до вот эти все которые сейчас в мире происходят конечно кто современники смотрит все будет понятно может от роли кто-то будет смотреть через два-три года может правда земля уже будет в ядерном пепелище не знаю вот но когда у сейчас происходит эти события все сразу пана становится на свои места видно кто с какой стороны у кого какой бог библейские иудейские мусульманские и вот христианские как угодно называйте как угодно делите смыслом тут об одном вот у них бог именно такой иисус христос вы знаете и уверен у меня вот именно достаточно роликов в свободное слове я об этом патриотизме все время говорю дьявольском и я говорю тем более при чтении там уж полно этих мест до всех где разбирают вы знаете доказывать что патриотизм вот это война оружие армия вообще что есть существует армии вооруженные силы так называемые в странах а войны всегда были от адама ев уже все это понеслось вот что все это зло конечно для меня кажется для самого себя безумием вообще что об этом надо говорить и вы знаете почему я об этом всегда говорю потому что конечно умудряются вырывать там цитаты где иисус сказал что он не мир пришел принести но меч да вот это вообще такая дурь вот там иисус говорил вообще как раз разделение о том что кто-то будет принимать истину и жить вот сейчас с этими событиями на украине знаете как много людей поделилась да даже я порвал окончательно отношения общения со своим отцом на этом фоне у меня военный вот и человек не познавший истину труп ожор далек от все не тоже далек смысл не то что он далек а потому что я так раз пытаюсь добиться до его сердца и бесполезно ну я ему тоже ультиматум поставил вот он все это одобряет в частности да вот вам разделение там иисус говорят тем более в контексте с не воровать эту фразу что надо быть идиотом конченным чтобы проповедовать что иисус одобрял вообще хоть какое-то оружие сам он никогда это я для тех скажу может кто никогда евангелий не разные люди сейчас смотрят веганы там не веганы иисус в евангелии это не мухаммед это не давид или соломон нет это человек который ходил то что там с автоматом с без база с красной ядерной кнопкой чемоданчиком нет человек которого игры палки не было в руках более того иисус стопроцентный пацифист иисус жил во времена когда иудея была колонии римской империи и во время кто знает кто глубоко вдавался в эти вопросы из чисто из простого евангелия пусть через всякие псевдо христианские секты до нас дошедшие много чего не видно всех этих внешних событий на я кратко скажу времена иисуса в иудеи естественно были бунт потому что это была колония кто понимает что это такое до римской империи и и все время хотели это иго свернуть себя и в иудеи тогда в иудаизме были такие же партии радикальные и гражданская там и гражданская половина немножко там свои были внутренний раз при но было естественно сопротивление за такое были там некие тоже всякие люди которые сопротивлялись партизанская война если хотите против колонизатора и кто знает что случилось то после распятия иисуса что иудея была разрушена храм была разрушена труд до сих пор не существует это и было все-таки очередное свершившиеся раз расстание людьми иудеями там они вырезали весь римский легион который ну так скажем держал иудею под своим контролем и было прислано войско из рима и в течение двух лет там была осада большая все-таки взяли при этой осаде внутри была еще гражданская война как все друг друга иудеи и евреи вырезали да это всегда так происходит ну и в концовке все и все-таки взяли и все разрушили в том числе и храм соломона которого до сих пор не существует вот какие события были о которых иисус и мы предрекал да сам иисус не не сопротивлялся никому никакого зла вообще не творил никакой не революции не войны не защититель не оборонитель не святой вой во имя яхве до скинуть себя римская иго пойти весь рим завоевать ничего он такого не проповедовал он наоборот останавливал более того когда воюет там за истину даже за христа все прекрасно знают что было при аресте иисуса когда петр достал меч и отрубить он хотел не ухо голову тем кто пытался арестовывать иисуса да иисус приказал ему засунуть свой меч туда откуда он его достал и исцелил того тоже петр там промахнулся как-то может задел по шлему в общем ухо отрезал этому воину который пришел полицай как хотите арестовывать иисуса одному из ареста тех кто приходит пришли арестовывать иисуса он это ухо ему обратно прилепил исцелил да вот такие вот такая вот такой вот иисус на он не такой но почему все это безумие мне кажется доказывать узнаете даже про это потому что патриотизм в православик тельцизм протестантизм это норма вещей это это их не идеология узнать почему это кажется безумием 6 уж там что-то можно вырвать да потому что во всех этих псевдо христианских культах именуем православие католицизм протестантий мы всякой самой маленькой сектой даже вот это все было в истории человечества и многим известно только там варпургиева ночь католицизма там инквизиция все это это было еще все тогда когда якобы христианство но уже ничего от него уже не осталось стал становиться государственной религии византии византийской империи когда уже это стало организованной сектой такой да это не все что сейчас светит никакого отношения православие католицизм протестантизм никакого отношения к жизни учения иисуса христа они не имеют это на тоже четко для себя понимать и вот когда все это стало уже организовываться да уже перед самими даже соборами первым собором кто знает никейский собор византии до 325-го года да там два было лидера появилась уже во всем этом так называем христианстве до арии и ну так арии и остальные да так вот они уже друг другу стали вырезать христиане арианцы и не арианцы чем села одни были многие просто арианство называют сектой там тогда восстание но вообще-то они были как раз начало массы и царь был на их стороне да потом то все поменялось так они у друг друга резали в монастырях прямо мирных христиан и так далее это важно понимать это еще оттуда пошло если сначала с самый иисус и христианство были мучениками то потом они стали друг друга сжигать до убивать там все это вы знаете вот эти две картинки я говорю задумайтесь я почему говорю что патриотизм уже тяжело и вообще вот это убийство на войне тяжело даже уже христианам это учение и жизнь иисуса христа проповедовать они когда вот такой вот могло быть в самом среде христианстве задумайтесь того кого самого распяли за богохульство представляете и и смысл жизни учения иисуса христа во христе распятым и воскресшим до в любви в самопожертвенности распятым за богохульство официальное публичное обвинение было христа иудеями начальниками иудаизма как всегда да это богохульство я хочу чтобы все понимали мало ли кто меня слушает и вот как вам я не стал эти картинки слепливать чтобы на одном экране были но я вам их перещелкну как вам вот это вот да иисус распятый за богохульство и вот это вот что потом творили ученики якобы тоже все христиане в теории называются учениками последовательными разные слова даже есть в новом завете уже ну и мы понимаем какие угодно можем слова применять ученики своего учителя или последователя своего такого духовного лидера как такое вообще вам мало возможно было и это было еще есть такой понять как ортодоксии это и это понятие того христианство еще до великого разделения на римскую и византийскую церковь на две ветки на католическую православную так называемую тогда она называлась ортодоксии ну или относительно потому что тоже стали но это были более мелкие секта отделяться я не не говорю это орианское вот это деление было крупно а потом уже были более мелкие вот и все они это все творили всю историю они своих же там гнобили ян златоуст максим исповедник они собственным лидером монахом патриархом руки языки резали когда те там чего-нибудь за правду топили но такого как я гнобили в тюрьмы сажали это это те ученики они вот с такими крестами всегда были здоровенными вот ну прям картинка вот это я когда-то мне попалась кто видел она у меня часто потом стало на значках к видео фигурировать вот самих видео как вам вот такое никакого когнитивного диссонанса не вызывает задумайтесь я не зря вот это тоже мне нравится где иудей после распятия законник такой книжник со свитком до размышляет над теми событиями вот это задумайтесь и вот это вот это всем известно потом это было в разделенных всех тех сектах католисты на западе в православии византии уже себя все там возьмите первые тысячи лет до разделения и узнаете что там было я об этом говорю в других своих роликах потом вы разделите уже возьмем россию православную россию возьмите католическую европу что там было если вы думаете только католики там ведьм сжигали и вы ошибаетесь вы узнаете что творили иосиф и волоски я забываю уже знаете я от этого кто знает давно уже отошел и я могу забывать некоторые имена фамилии так называемый святой не не волоски нет как же он более того сам иисус вышел из еврейства еврей по плоти абсолютно все православные католики да они ненавидят евреев это и реально так сейчас со мной там будет спорта комментарии антисемитское так скажем учение она есть у них везде вообще почитайте что в протестантизме только лютер писала евреев вы удивитесь если вы этого никогда вы можете протестант называть только я когда спрашиваю ты вот это знаешь я считал учение своей церкви своих основателей ты посмотри что лютер писал вы такие мягкие пушистые ты может быть конечно не знал этого и ты когда узнаешь ты в шоке будешь вот хотя ты можешь не выйдешь из этой секты скажешь но я уже привык прилип там да но ты в этом участке ты это исповедуешь а если ты еще не знаешь это просто невежда собственной секте почитать что пью сали то есть волоски по-моему я забыл в 16 веке тоже одновременно вы поймите все что творилось в католичестве было то же самое это я про русскую ток землю говорю в русском православе 16 веке то же самое творили узнаете про раскол 16 века вот этого кто знает в россии старообрядцы так называемый или никодимовский раскол в россии появляется первый патриарх он отделяется от греческой церкви так сама православная церковь современная рпц представляете не поминает до сих пор четыре столетия своего собственного первого патриарха узнаете почему задумайтесь почему православная рпц там так называемый не поминает своего первого патриарха которые которые обрели независимость так скажем от греческой церкви отвезли византии потом перекочевала в грецию так скажем неформально да потому что византии стала современная турция кто не понимает а это уже вот которая ислам завоевал именно там были крестовые походы да вот крестового похода все это же коснемся да вот так вот как вам вот такой и узнаете что были что было в старообрядческий раскол узнайте просто про него что было и как они друг другу поступали не к и никодимовцы так называемый по имени своего патриарха а это одни люди они вчера в одном храме стояли и когда раскол стал потому что там никодим стала нововведение водить до якобы знаете за что была бойня одни говорили надо вот так складывать три пальца здесь два а другие говорили на 2 так здесь два здесь три из-за этого люди друг друга тысячами сжигали закрывали прям ну и так как и старообрядцы так называемые это были люди у них был лидер обычный поп до диакон там а тут целый патриарх у которого с царем то все на мази вот естественно власть была у никодим поэтому никодимовцы стали убивать старообрядцев но надо не забывать что протопопа вакуум так называемый то сам один из лидеров старообрядчества основатель да он к сидя даже его не сразу убили там сидел в тюрьме тюрьма раньше это обычная землянка было да вот земля сидел там под землей то он говорил что если бы я был на месте никодима у меня была власть я бы делал то же самое с ними это важно понимать то есть старообрядцы тоже такие же просто на честь стороне сила а избавляясь друг от друга очень просто в том же храме в котором они стояли вчера вместе обычные люди в одной селе представляете односельчане кто приходит кто из начинал от официальной версии уклоняться и при нем и так скажем становиться на сторону старообрядчества из-за ерунды вообще спор был представить его вот так вот два и три там смысла есть почему здесь два пальца чем здесь три но по сути это в математике знаете в математике есть понятие еще с начальной школы кто ее помнит три класса образования достаточно что от перемены мест слагаемых сумма не меняется писать из-за чего был спор смысл даже не поменялся абсолютно то есть два пальца означали почему христиане крестится вот так или ну или вот так наоборот три пальца сложные означает во имя отца и сына святого духа внутри ипостасность бога а два пальца две природы иисус и бог и человек богочеловечность природа иисус христа смысл даже когда никон стал менять и раньше вот так крестились да никон стал менять вот на такое так называемое там он еще много чувствовала книги стал перебирать чем там намудрили со времен князя владимира стал брать греческие оригиналы корректировать книги там два раза аминь или три раза аминь должно читаться там после словословия так далее кстати из-за чего люди убивали друг друга и когда никон стал даже это менять на вот это он не менял смысла только если тут говорилось тут две природы а тут-то отец а при ипостасность бога отец сын и дух святой никон ничего не поменял то же самое теперь только эти три пальца означают три ипостасность бога отец сын и дух святой да эти две приложенных пальца природу иисуса христа бога человек и теперь крестились не так а вот так вдумайтесь вы вдумайтесь за что эти никоновские закрывали старобы кто начал исповедовать их закрывали в храмах и храм обкладывали дровами и поджигали и заживо сжигали вдумайтесь в это и после этого картинка хорошо бы действительно была на одном экране я не зря видите к вам призываю вдуматься как вот этот вот законник сидит на ваших экранах после этого вы знаете вот после таких событий вот это уже кажется вообще настолько тяжелым людям внести что иисус не такой если люди даже на это в церкви это делали христиане с христианами более того со своими братьями с односельчанами в одном городе они вчера еще стояли в одном городе в одном храме и в этом же храме сжигают своих же еретиков так называемых вот это еще сложнее переубедить но это не так я уже вам сегодня сказал все кто настоящие христиане такие как я как говорил павел подражаете мне как я христу прекрасно знает что иисус проповедовал абсолютную любовь даже к врагам дела любви разные иисус не проповедовал врагам умывать ноги лебезить до гладить их по головке за грехи нет но это любовь это доброта она проявляется по-разному прежде всего в говорении правды и истины да сколько угодно могли старообрядцы отколоться от православных то же самое прям вот люди первые настолько невежественные вот откуда протестантизм думает до старообрядцы из таких протестанты что аналогично с этим европе проходили этих событий там был протестантский раскол и узнаете что дело католическая церковь со своими с этими откалывающимися протестантами более того когда про от протестантов я слышу что они якобы такие пушистые это неправда это неправда вы узнаете что-то дотворилось что потом и протестанты как говорит потом стали делиться как 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 домик по цепочке рушится да вы узнаете когда те которые сами откололись от них стали откалывают так скажем кто-то с этим там же стали учения формировать то же самое лютер кальвин цвингли и так далее вы узнаете и когда они стали а другую еще что-то а вот а я да я с этим согласен ты там сказал эти индульгенции все чепуха да вот поборы вот эти что можно грехи день денежками искупать да это хорошо но ты еще там понаградил до ту же самую ненависть к евреям и кто-то говорил о медит не устраивает да ну что евреи то псы псы пляшивы которых надо вырезать узнайте все это не вздумайте меня обвинять в пустословии или в невежестве узнайте я знаю все это а узнайте вы ты когда не стали откалываться эти же более 1 от калош стали узнайте что они стали делать с лидерами и теми кто к ним присоединялся когда уже в протестантизме прям первые расколы пошли прям тут же вот при этих живых как вы посмотрите как протестантизм что с ним там случалось зарождался вот поэтому после этого игры всего знаете это даже возможно то есть мы сжигаем за богохульство никодимцы предъявляли старобрядцам богохульство вы против бога во имя бога убивать христианина твоего односельчанина брата родственника зачастую там сжигали это делали во имя христа которого обвинили в богохульстве и распяли и ты понимаешь что шиза такая у людей изменить ее практически невозможно я как иисус конечно делаю все равно делаю все равно записываю говорю мои ролики никто не смотрит не ставит лайки не делится все он делаю потому что меня распирает любовь и мне хочется оставить людям слова перед своим уходом я хоть и говорю никто там или еще что-то это конечно для контраста то что действительно так минимум минимум людей которые приходят события на украине сейчас в россии происходящее так скажем пока показали очень многим что чем они живут и чем они дышат топит за эту войну даже те кто меня смотрит чуть ли не от начала все знают все слышали мы даже вот как дружили там это не просто христиане не просто веганы веганы христиане много лет со мной общающиеся мы даже в группах в одни были которые создавал то есть и сейчас опять топит за войну за военную операцию как и как ее красивые миновали до древом познания добра и зла прикрылись на это беда но я буду делать то что я должен делать а там каждый сам для себя сделает вывод идем дальше конец всех вот этих тут картинка про войну сейчас я очень когда-то я эту иллюстрацию тоже мне попалась вот люди прям выражают так мысли я не знаю сколько это панорама большая панорама была насколько это в реальности большая картина она просто гениальна я ее вот в тех роликах где это уместно при чтении библии я ее тоже показывал резал знаете вот войны всех времен и народов я бы назвал даже во втором пришествии иисуса христа это вот так все и будет вот они тут как бы рыдают каются выражение лица людей я художника не знаю но я уверен что он именно эту мысль хотел донести да она гениальна она выражает суть того что будет все кто творит зло или там уничтожает якобы борется за за добро зло насилием все их ждет вот этот путь то креста не даже не увидит это картинка это иллюстрация чем правильно вот эти люди будут с такими же как они в аду гореть гореть в жене собственной совести кусать локти как иисус выражался очень важно понимать очень важно да я говорю я кратко коснулся нескольких моментов даже из евангелия что иисус сама первого всего учить и делайте учить и то есть прежде всю жизнь и учение сама не всякого оружия был не воевал не не гражданские воинах не участвовал межпартийными там кто знает иерусалиме были несколько сильных крупных партий да не в этом не участвовал не свергал мечом римская иго не тем более шел не захватывать не призывал другие во имя даже всего самого светлого и доброго какого-то геноцида где-то да иисус таким не был поэтому если вы называете себя христианами и вот вы поддерживаете любое даже свержение власти какой у которой поехала крыша но силы это делаете да вы не христиане вы будете там где вы этого заслуживаете чтобы понять все вы окажетесь теми вот с такими же когда они окажутся там таких как я и подобных мне подобных иисусу вы до локти все начнете кусать вы когда с такими же волками окажетесь за добро убивающих вас завтра убьют выпад вы вы вкусите все то что вы делаете другим вы когда чуть-чуть слова скажете что-то против вас тоже обвинят боль того вы начнете говорить слово правды там в аду и вас сожрут с говном это важно понимать я поставил ролик на паузу я думал это отложить напоследок но решил все-таки здесь эту тему закончить еще раз и тогда уже перейти к следующей мысли который вообще никогда не говорил поэтому мы как раз в час укладываемся я думаю я тут напугал что ролик трица быть может и нет еще раз то что я говорил тоже очень много раз и хочу чтобы все эти вот на знаете я как учитель видите на доске рисую еще раз чтобы поняли очень простую мысль во первых когда я проповедую пацифизм или любовь к врагам непротивление злу силы кто-то там любит в толстовщине обвинять так далее надо понять что когда мы проповедуем это я и такие как я мы не говорим о том что не что мы остаемся равнодушными к злу и к страданию жертвы когда к ней проявляется агрессия это касается природы животных людей тот кто любит тот защищает же это и называется жертвенная любовь и который проповедовал иисус своей жизнью словами о которой проповедую я это очень важно понимать сегодня еще раз это объясню это не так что где-то кого-то кто-то там природу засирает а ты молчишь в стороне нет ты говоришь то зачем бумажку выбросил ну подними слезы если у животных убивают насилуют эксплуатируют мы стоим на их защите именно это любовь ты говоришь правду людям обличаешь их в этих злодеяниях если убивают человека вплоть до убийства ты не стоишь в стороне ты защищаешь эту человек но без без оружия в руках и теперь я это еще раз объясняю вам и показываю все на картинке я это говорил много раз то что сейчас клана словах еще раз вам показывают абсурдность лживость несостоятельность мировоззрения этих людей и это мировоззрение заведет вас на дно ада если вы не примите истину вдумайтесь в нелогичность мировоззрение о том что я защищая кого-то извратили слова иисуса о том что кто пол нет больше той любви если кто положит жизнь свою за за человека за други своя за животных за близко кто мой друг то у нас уже у веганов все другие все животные до братья и сестры младшие там иисус подругам подразумевал любого человека как и ближнего когда он говорил да очень важно понимать и даже эти слова иисуса извратили более того то есть взяли слова иисуса вырвали из контекста его жизни учения всеобщего и подвели это под патриотизм то что можно с мечом в руках защищать там родину народ церковь почему я и назвал там плейлист любовь к врагам патриотизм любовь к каким врагам там потом сердечко черное у меня и врагам народа запятая врагам то есть через запятую идет народа церкви государства уж есть такие понятия враг народа враг церкви враг государства вот это очень важно именно поэтому люди скатывают кто именно поэтому в таком 1 на земле живем потому что именно вот это исповедует это абсолютная ложь но и ложью будет если ты стоишь в стороне настоящая любовь она всегда жертвенно возможно ты отдашь даже свою свободу кто топи за свободу их сажают там да зато сейчас в нет войне там этих людей закрывают да кто говорит прямо а все это войне что она нехороша их тоже всех этих блогеров там тоже у нас сейчас претензии штрафуют у стереть средства теряют свободу их сажать терять здоровье нападают на этих людей сбивают ломают руки и менты и не менты и кто за за войну наоборот уж им то что тогда руки сломать да и вплоть до самой жизни таких убивают активистов это не раз был мы видим их и сжигает так далее да еще раз объясняю на вот вы видите на картиночках хочу чтобы это осталось в истории моего канала моей моей деятельности еще раз абсурдность мирозрения и правильность мировоззрения защиты да любое неважно кто вот на этом месте видите я так формально это что на паузу поставил чуть-чуть зарисовал вам чтобы на ваших глазах не делать сереньким написано нарисована наша жизнь путь нашей жизни да и наш мир верху есть рай внизу есть ад вы вот серенький вы еще не определились кто вы куда вы попадете в рай или вот в сзади вас жертва желтеньким я нарисовал ну по цвет рая что вот такая такого такого же цвета да ну и красный вот агрессор он-то точно в ад пойдет да что говорит лживое мировоззрение что ты убивая этого врага посылай его в ад ты такой хороший более того все эти мировоззрение это во всех псевдо христианских сектах это в головах атеистов там патриотов и так далее это в мусульманстве в исламе это везде а ты прямиком летишь в рай это абсолютная ложь отматываем назад когда вы убиваете этого человека вы действительно его послали в ад это знаете из этого мира зрения только одна правда первая первая часть предложения что тот кто действительно пришел с мечом он-то от вашего меча действительно и погиб отправился в ад но это опять то же самое древо познания добра и зла то есть вам как бы под хорошим соусом втирают потом про что вы еще доброе дело сделали неважно кто это сожгли вы его там он кому такой как я истину проповедовал да и вы якобы вот этого бедного человечка защитить от ереси который я несу взяли меня здесь до на костре сожгли вот и в ад отправили вы попали в рай вы же такие святые и вы знаете что инквизиция то наш святой названа святая инквизиция не забывайте об этом вот вдумайтесь святая инквизиция гуманный забой вот эти все вещи адские это абсолютная ложь вы как-то убивать это человека врага народа церкви или государства ваших даже родственников мама или папа вам кто-то угрожает вашему ребенку если в этого человека убивая его тело отправляете душу его как бы вот вы сами прямиком за ним туда летите убийцы не наследует царство божье почему почему вы отправляетесь туда же в этот ад за ним потому что если бы вы не убили этого человека вот этого негодяя отматываем все это назад если вы не убили но вы защищали вы стали грудью или если хотите я не буду рисовать да то есть вы либо грудью стали либо в другую сторону повернулись как бы тут глазик нарисовать художник ты меня из никакой все это неудобно если вы видели чем я это какими программами делаю вот это не планшет меня не могу даже рукой рисовать это я мышкой делаю то есть естественно христианство проповедовать настоящее это либо грудью встать я тебе не дам этого сделать знаете есть такая фраза в хорошем смысле если употреблять только через мой труп вот что такое истина вот что такое жертвенная любовь ты заграждаешь и гришь нет ты пройдешь дальше только через мой труп вот меня ты можешь убить я не знаю что потом дальше будет убьешь ты моего ребенка сначала тебе придется убить меня либо ты как я говорю спиной ты берешь вот так закрываешь себе и все и загораживаешь тебя будет калашматить убивать вот всяк с ножом идет это есть настоящая любовь именно при этом поступке которые люди не способны себя вместить знаете в чем проблема людей они не способны вместить эту простую истину что бог есть любовь бог есть свобода и бог есть бессмертие кто знает я об этом говорю нераздельно недель невозможно отделить свободу от любви или бессмертия это нераздельная троица который к сожалению символьно то любит говорить псевдо христианский 7 секты не понимая сущности любовь свободы и бессмертия человек враг которого вы убиваете должен добровольно избрать любовь увидев ее познав вас и только в вашем поступке в вашем поступке он сможет ее узреть если он до нее до него словами не дошло это очень важно и важно понимать что вы это бессмертный никто вас не убьет не убьет вашего ребенка жену или тому же вы все отправитесь в рай проявив богу показав себе показав богу ничего не надо он все знает но по-детски я вынужден и так говорить мы в себе должны проявить любовь и сами себе доказать что я на этот поступок свободе способен именно тогда вы пулей вознесетесь в небесное царство когда вы способны будете зло пусть сразу вы не увидите свою победу надо злодея злодеем сразу не увидите и сарас иисуса распяли плевали ему в лицо смеялись над ним даже когда он висел на кресте над ним смеялись и потом иудаизм евреи полностью отвергает жизни учения иисуса христа христиане со временем язычники так называемый ставший христианами полностью искажают жизни учения иисуса христа ну как видите она до сих пор живет в истинных его учениках то что бог внутри нас и все это настоящим детям света кто стремится к совершенству к истине это все одни и те же слова к святости тем все открыто только проявив жертвенную любовь вы что вы делаете когда вы грудью или спиной защищаете жертву вы во первых себе раскрываете абсолютную полноту жертвенной любви я на желтенький вот поменяю сейчас вы в себе абсолютно раскрываете жертвенную любовь вы сами идете в рай вы этот человек который вас убил возможно вы знаете убить человека не так просто у человека начнутся ужасные мысли состояние вы знаете они многие идут вот на войне там ребят туда кидают они никогда никого еще не убивали и когда он первого убьет особенно представить он убьет вы когда себя принесете в жертву только вдумайтесь об этом за эту и через эту жертву какую-то животное вы же без оружия вы ему скажете либо я вот зачем ты идешь у него ваши слова ваш взгляд последний ваш поступок будет до конца того дня пока он не покаяться в этом поступке вы у него будьте в голове стоять его будет мучить бесы и будет это снится его у него будет это все время в голове перед глазами как говорят стоять он никогда больше не будет спать спокойно тем более когда он вас безоружного убьет это сломает зло он когда-нибудь поймет одного убьет второго третьего я все привожу в пример так как есть видео архивы как в индии свергали английская ига кто не знает это буквально еще 50 лет назад индия была английской колонии точно так же как иудаизма иудея была колонии рима посмотрите как индусы свергли в противовес иудеям которые вырезали римский гарнизон на себя гнев рима вызвав вы посмотрите что делать почитайте есть такая есть такие книги как иудейская война вот этого 68 70 года иосифа флавия что там творилось когда почитайте про блокаду ленинграда когда город осаждает он был два года в осаде тот же самый юрусалим посмотрите что там творилось это от внутри этого города начинается от люди жрут друг друга ненавидят убивают насилуют мародерствует партии воюют с партиями простые люди жарят своих детей посмотрите что сделали индусы это были времена махатма ганди видео есть посмотрите фильм махатма ганди трехчасовой найдите в интернете документальные съемки они выстраивались такими рядами и просто шли на полицаев им прям крошили менты британские эти до прям палками их они даже мечи не доставали то что они были безоружны и они их дубинками как у нас как полицейскими они прям палками по голове им там по неважно били короче там попадала кому куда не там все в кровище они вот так на них рядами идут о них мочит он там падает они вот так идут на них посмотрите как они свергли англия ставила индию узнайте эту историю это возможно могли бы мы в россии я сейчас на наши времена переведу когда были там за навального протеста сейчас мы за вами если мы всеми вышли сколько полицейских тем более мы-то их не убиваем но мы просто масса бы их да кто-то пострадал бы готов кто-нибудь принести в жертву готовы люди всеми выйти ведь все это можно было элементарно любое правительство можно свергнуть не выйти на работу всем заводом всей организации мирные протесты это благо это добро это любовь мирные протесты даже во времена вот такой деспоте и тирании их нужно делать да все их должны делать да они должны быть до конца мирными да они могут изменить мир да у нас есть такие даже исторические видите примеры еще раз возвращаемся к моему рисунку когда вы сами приносите себя в жертву за жертву какую-то перед насильником вы сами идете в рай раскрыв себе доказав деятельно на поступке ну как бы показа богу на самом деле бог все она знает мы сами себе являем то что мы такими стали дела проявляет нашу сущность нашу веру как хотите слово мировоззрения и что вы сделали вы грешника не в ад отправили то что якобы те же кто отправляют это грешника в ад вздумайтесь вдумайтесь в это они же проповедуют что там вечные муки он никогда оттуда не выйдет в них нет никакой любви к врагу когда они говорят что они там защищают жертву только они забыли совершенно о враге а иисус проповедовал я всегда это утверждаю на основе слов иисуса христа любящих любит и грешники иисус пришел проповедовать бог любовь бог воплотился не для того чтобы принести на землю учение люби ближнего и ненавидь врага своего он его опроверг это не есть истина истина то что бог есть абсолютная свет и нет в нем никакой тьмы бог есть абсолютная любовь все его творение он в нем всячески во всем даже в том кто сейчас грешник иисус пришел проповедовать эту совершенную любовь чтоб ты понял что каждое существо на земле это он и что его надо него то отправить на вечные муки хоть иисус сам об этом говорил сам пойдет туда при разделении на некоторое время пока и там не покаяться об этом иисус говорил но здесь сегодня обучает его человек то скажем ты любишь врага кота когда проявляешь к нему любовь он этой любовью сражается он даже сражается не любовью к любящими он же видит что ты ему враг и он тебя любит он может сразу этого не поймет может поймет через год через два через три к нему самому при при потом насилие применит он сам день окажется его собственное государство кинет ему ноги оторвет там день на войне он будет жалкое существование влачить свой на дерьмовую там пособие он все поймет когда-то он сразится этой любовью он потом будет сам это любовью понесет ее другим только так мир переквашивается это та закваска который в притчах говорил иисус вы проявляете жертвенную такую любовь сама жертвенную любовь такую к врагам вы и исполняете заповедь любви закон блага бытия закон этой закваски вы этого человека не в ад не лишая его телесной оболочки и отправляйте его в ад вы наоборот себя лишили чтобы отправиться в рай если вы такие христиане вы исповедуете что вот святость меня туда возносит так яви свою святость тебе что ты как апостол павел стал который говорил подражайте мне я христу да кто лишит меня от этого тела смерти для меня жизнь христоса смерть приобретения ты хочешь туда отправиться или нет так пожалуйста отдай свою плотскую жизнь то во имя любви а этого грешника как ты говоришь у него там всего христиане отрицают реинкарнацию ничего нет вот он сейчас одну жизни его отлетит так так прояви к нему любовь и милость не убивай его дай ему шанс жизни отдай его так скажем в руки бесов потому что убив тебя вся тьма в нем сконцентрируется не смотрите на эту внешнюю что сразу грешника когда мы согрешаем нас божья кувалда по голове не бьет нету не издумайте ждать от этого сиюминутных результатов не каялись все перед распятым иисусом христом тут же на колени не падали все его убийцы предатели и судьи но его жизнь меняет до сих пор жизни миллионов людей его пример жизни и суть учения о любви к врагам любит любящих грешники об этом говорить вообще в христианстве даже нечего вашу жертву гардону тогда жертву он убьет но если это был хороший человек для него жизнь христос опять а смерть приобретение вы не убив врага сделали сразу три одной рукой будут показывать эту шесть получается три добрых вещи ваша жертва если она была хорошей отправилась в рай если он плохая он сильнее может он еще умудрится этого заколоть как-нибудь при борьбе при какой может он с ножом идет даже женщина может случайно борясь с мужчиной там с насильником он там с ножом так получится нож как перевернулся она боролась бац он там он он там как-нибудь упал все может быть очень гарантии что жертва погибнет что на маленьком что это все на войну на массово перенесите все эти мои рисунки это схема если ваша жертва хорошая она вы вместе с ней в этот же вы когда те душа выйдет из тела давай его тут подождешь его секундочку постоишь вот на этой вот линии не тут нарисовал надо надо это вообще все нам подстереть немножко то я уже ты вот тут вот выйдешь с эти глазки сотру ты вот душа и он вышел светлой душой он оказывается и был ну и все за ручки взялись и вы все в раю полетели к самому богу все и когда этот человек в своей на пути своей жизни еще долго покаяться и станет светлой душой вот потом также пострадает пройдет на любовь вы тут все сольетесь в единстве любви рассматриваем другую ситуацию еще раз в сзади которую вы защищаете очень любим там ой этих надо защищать там отморозков также хватает вы которого сейчас защищаете ребенка говорится он может завтра это ребенок завтра гитлером вырастет знаете ведь в первую мировую получает ну гитлер в первом метро тоже воевал он уже взрослый был но образ возьмем что да в первом мировую защищали детей один из них был гитлер во вторую он сам устроил вы же поймите тот кто вы защищает вы даже не знаете кто он или там внешне то он праведничек да только только все внешне если это труппажор он никогда в раю не будет если он не веган кого вы защищаете то там так рьяно так скажем с автоматом в руках получается этот человек оказавшись я сейчас цвет поменяю оказавшись сам дьявола пошел в атом потому что прожил еще всю свою долгую жизнь да и прожив ее в от свалился тоже грешник вы этого грешника в ад отправили и сам пошли как знаете есть такие очень много мудрости даже не христианский где их только не читал что грешник и святой вот когда вы знаете люди против друг друга грешат неважно вас обокрали и вы не простили своего вора там причинившим вам заряд вы же вместе в аду если вы иисус праве сказал кто не прощает тому не прощено быть до прощайте отец небесный простит вам если ты своего вора который тебя своровал не простил ты там же с ним в аду оттуда выходит есть такая мудрость я не помню где я ее первый раз прочитал услышал оттуда по парам выходят и все эти грешники которые там по сути если те против кого них решили их то скажем вот не прощают здесь вся совокупность всех грехов я подразумеваю то они там вместе с ними и они оттуда выходят по парам вот так вот неужели вот это вот непонятно слушайте неужели это так сложно понять вы знаете почему это не принимать я еще расскажу сейчас я вот эту картинку поставлю мне нравится чтобы задумались знать почему люди не принимают этого очень легко если даже так называемых христиане не христиане могут быть других религий или вообще как бы не верующими но там мир дружба братство там исповедующие свобода братство там да неважно как мог бы ты и атеистов такие лозунги я вам скажу что на словах эти люди могут употреблять такие слова и якобы свои мировоззрения исповедующие любовь свободу и бессмертия но это только на словах именно потому что человек не принимает это на деле это в делах проявляется он не исповедует не бессмертие человек который трусится за свою жизнь не исповедует бессмертие я всем говорю посмотрите на меня я за эту жизнь вообще не держусь я мечтаю как павел говорил разрешится и со христом быть быть с богом я деятельно доказываю своими словами да что я верю что там светлый мир что я добрый человек я достоин этого места я хочу быть там я здесь на земле его пытаюсь сотворить я пытаюсь людей таки я сам таким стал и людей пытаюсь такими сделать чтобы мы жили в раю я никакого зла не делаю я мухи не обижу поэтому я там буду не потому что бог хорош или плохой кого-то там судит кого-то ватков в ранее каждый получит то что он делает я здесь мечтаю о таком мире езди и и стараюсь делать все чтобы он здесь был здесь в аду это земля для святых людей уже от я здесь пытаюсь от раем сделать страдая за это там страдать не надо будет там все такие вот там не придется страдать здесь я страдаю я стараюсь делать я исповедую что там есть свет и любовь я деятельность доказываю я не держусь за эту жизнь это ад для светлых людей за что тут держаться за что тут свою жизнь до детей да если вы любите своего ребенка он вместе с вами там через секунду будет вы любите эту жертву там своего родителя но перережут вам как баранам глотки аисуса не так распинали он как овца был ведомый на заклане вы христиане вы вообще евангелие читаете даже то которое до вас дошло вы каким христа видите я вам говорю вот таким вот вот ваш христос это ваш христос давид там есть картинок можно было до мухаммед вы такие же мусульмане и вынки не христиане такие же иудеи я говорю с давидом с мечом в руках всем грешникам с глазам вот вы всех этих врагов до церкви вашего и там готовы сжечь на костре вы не вот это вы не иисус распятые воскресе вы не верите в вечную жизнь я я удивился когда по жизни сам став христианин стал встречать христиан не верующих в вечную жизнь я говорю слушать как же христос воскресе ну ну я православный я лично знаю таких людей не верят они в вечность не верит страх умереть если в тебе есть задумайтесь я об этом много раз тоже говорил в разных видео на меня ведь объемлющие в одном видео сколько сегодня тем затронули всю истину в полноте и пытаясь в каждом ролике донести если вы труситесь умереть не по плоти вас трясет когда он глотку перерезать вас будет адреналин выделяться это естественно я всем говорю что я ничего не боюсь но я у меня есть страх у меня жилки трясутся когда что-то я могу вечером идти тоже от шороха где-нибудь дернуться собак какой-нибудь выбежал из кустов до чего-нибудь упала это инстинкты плоти не путайте с душою с духом но по духу я ничего не боюсь не нечего бояться где страх там нет любви бог есть любовь вы не верите вечную жизнь вы не верите в бессмертие вы боитесь туда попасть потому что вы не святы даже если вы как протестанты любит кричать что мы святы поверим иисус христа если вы творите зло если вы не веганы не пацифисты нет вас любви к врагам всего вот это вы еще не научились не познали более того творите дела противоположные убивающих эксплуатирующих животных вас просто вся внутрянка сколько вам на словах в голову и вы сами себе не пытались убедить что вы будете с богом вы там не будете вы потому боитесь умереть потому что вы грешники понаружи как иисус говорил называйте себя и мните себя святыми и правильность ваша только внешне соответствующая вашей религии да где там из христианства веганство вообще вырезали и убеждайте себя что вот я же принадлежу к этому а это якобы от бога не этот не от бога вы слышите голос истины везде где слезы страдания и кровь вашими руками творится вы дети дьявола и вы и поэтому боитесь умирать то есть второе вы вообще не верить первое бессмертие вечную жизнь хотя она ей вы знаете что она есть именно поэтому вас трясет потому что вы будете отдавать ответ вы вроде не верите все все нутро ваше знает что у бессмертно и знаете что когда-то придется дать ответ но вы сами с собой боретесь на самом деле у вас полный диссонанс 2 вы и боитесь то попасть потому что вы грешники это сто процентов вас значит что-то человек боящийся умереть первое крю он не верит вообще вечную жизнь хотя верь не веря на просто есть но не верит сам себе на горло давит живет в этой иллюзии как видите сколько у него это мирозрение зла в нем порождает а то даешь пей веселись так далее 2 дошли он верит если вы боитесь умереть боитесь что там ваши родственники друзья умрут дети значит они злодеи или вы потому что явится когда тело то это наш дом разрушится как павел писал это хижина каждый каждый получит то что он делал это павел христианом писал когда там его цитаты вырывают о спасении поверье я хорошо же вы не вырвете второй коринфянам 5 глава с 1 по 12 стих то каждый даст отчет как он жил живя в теле делая доброе или худое там настолько там уже как никоверки павла вот это место хотя он в первом то же самое говорил что каждый кто-то как головешка вообще сгорит да вот там он вообще прямыми словами пишет то когда наш дом почитайте 2 коринфянам 5 глава с 1 по 12 стих можно да это достаточно большой кусок чтобы понять что не вырваны из контекста но пожалуйста хотите все послание 16 глав прочитайте но этого достаточно он такой законченная мысль это большое предложение может сказать большой абзац вот каждый даст ответ что он делал живя в теле доброе он горит или худое христианин не стал просто святым потому что он назвался именем христа и второе свобода 3 вы убив кого-то я говорю вы свободу и точишь вы от вы отреклись от этой свободы сами избрав зло искать что вам не нужно древо жизни то есть я избираю любовь вкушаю плодов с древа жизни нет меня вот только древо познания добра зла все я про у меня у фанатика цель все 1 вы ничего не избрали вы зло избрали изначально в данном поступке вы даже не стали ничего вешать у вас прямая дорога убить все у вас вы приняли мирозрение что я убил я свят нет вы отняли свободу у жертвы поступить точно так же потому что когда вы вас устранят между по этой картинке между насильником и жертвы дам уже этого будет тоже выбор как ей поступить или может она будет спротивляться еще убьет пусть это будет самозащита да может потихоньку и самозащита перейдет в агрессивное нападение порабощение или убийство уже уже насильное уже такое же во гневе тоже ты ж на меня напал а я тут я над тобой власть взял теперь я тебе ухо отрежу помучу еще дам такое в жизни все возможно не думать что еще-то рассказать все есть так и происходит в жизни вряд ли то есть вы отняли свободу у себя вот не отреклись вы отняли свободу своей жертвы не дав ей права это жизнь это экзамен вы в это не верите вы не верите в свободу вы ее отрицаете и вы отняли свободу у того кого вы убили агрессора вот так надеюсь это у вас уложилось мне больше по этому поводу вот полтора часа час 22 я все выложился я все сказал если вы этого не понимаете вы не познали истин вдумайтесь после этого видео просто сидеть и подумайте над этим вещами не 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 это не успеете написать комментарий с вашими умными мыслями да еще подумайте о том что в этих поступках вот в это я насильник или агрессор жертва и я посреди них что такую любовь к врагам вы знаете ответ на этот вопрос что такое жертвенная любовь суть жизни учения иисуса христа бога любовь явившегося во плоти подумайте над этим ну и что ж такая тема большой у нас переход такая вот картинка тоже есть почему пацифизму не бывать на земле вообще вторая большая тема и ролик я на значке назвал то пацифизм а ролик начал но обычно так название делают специальном уже главное слово тогда подальше засовываешь а я написал границы что это написал ты уж не помню границы государства да а армия и границы армия государства границы государства им сапом армии границы государства пацифизма почему не бывает вообще откуда все в человечестве вот эти вот границы там и все вот это откуда вообще армия давайте переходим к этому вопросу это второй блок кто-то может тайм-код напишет напомнит мне в комментарии на сейчас 22 было второй блок это армия и границы что такое армия в любом государстве любой стране которые мы знаете вы знаете мы весь мир поделили там на 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 разных фундаментах национальным этническом религиозным если так называемое государство ватикан и так далее да вот нас есть границы в государство страны у страны есть два есть так называемые право на насилие есть только как бы государство и она выражается в 2 как и вся природа бытия видим и невидимы внешне и внутренне Вот право на насилие в государстве выражено в двух структурах. Они делятся еще по себе, но это не суть. Важно, мы две выделяем. Это внешняя агрессия, и поэтому существует армия. Якобы это люди не применяют насилие к внутренним гражданам этой страны, но они применяют насилие. Мы уже не будем сейчас больше говорить. Это уже априори мы с вами об этом всем говорили. Какое это насилие, неважно какая причина. Святая война, там еще что-то. Якобы за кого-то там даже заступаюсь. Вот, неважно. То есть внешне, поэтому я буду называть такими словами, это внешнее насилие. Они к внешнему миру применяют это насилие. Это называется армия. Она может подразделяться, там куча войск, сухопутные, морские. То есть мы в это не вдаемся. Просто мы назовем одним словом армия. И внутреннее. Ну, назову, не знаю, кому какую более, кто меня из разных стран смотрит. Ну, у русской сейчас есть такое слово, как полиция. Там внутри может быть еще куча делений. МВД, РОВД, Росгвардии, Нацгвардии. Ну, вы поняли о чем. Речь идет о том, что есть люди, которые наделены от государства, якобы от общества, властью причинять насилие. Называется право на насилие, по-моему, таким языком, юридическим. Вот. То есть это вот полицаи там, да, так называемый. Почему никогда не бывать пацифизму в человечестве? Хотя это правильно. Очень хорошая, я увидел такую картинку, да, как они замазывают этот значок. Или рисуют его кровавым. Тут даже, кстати, непонятно. А, рисуют, наверное. Почему-то его кровавым рисуют. Короче, тут, ну, неважно. И я подумал, что они замазывают, а получается, они их как бы рисуют даже кистью, но кровавой. Тут, наверное, правда, я, наверное, смысла немножко не понял. Но не суть важная. Я вам передал теперь. Хорошо, что оговорился. Я думал, что они как бы стирают, наоборот, этот значок пацифизма. Поэтому у меня такая мысль, что при словах, о которых я буду говорить, то речь о том, что почему этому не бывает. А вот почему. Все государства. Что в лице со своим государем, царем, императором, как его там только не называют. И по цепочке. Не забывайте, что что вверху, что внизу, по сути. Зачастую вверх – это лишь то, что у народа дух какой, да, и внешне. Можно посмотреть на любого царя, любого государства и увидеть, какой народ. Конечно, это все неверно, да, эрё. Вот возьмем Россию, да, так называемый президент объявляет войну в соседнем государству. Я с этим не согласен, хотя я часть, так скажем, этого народа. Живу на территории этого государства. Но, в принципе, есть в этом тоже в таком мировоззрении, тоже мысль глубокая, да, что, в принципе, наверху те, кто внизу духом, да, по внешнему воплощению этого человека можно понимать, какая душа у народа. Ну, такая всеобщая душа, так называемая, у народа. Ну, или душа каждого человека. Вы знаете, когда Христос в пустыне отвергал дьявола, во всех его проявлениях. Ну, там только три показаны, тоже был образ. То, что Иисус отверг алчность, славу и власть, это лишь образ отвержения любого зла во всех его проявлениях. Вот. Ну, действительно, такие три большие группы у нас в жизни. Это власть, это слава, тщеславие, да, власть, это порабощение, это господство. То есть, Иисус отверг господство, потому что любовь – это равенство, братство, действительно. Это равенство всего на земле. Любовь никого ни на что не делит. Я уже об этом говорил, у меня есть отдельное видео. Да, любовь не делит ни цветочек с человеком. Она вообще никаких весов не имеет, никого, ни на каких чашах. Начинает мне голос садиться, обычно к двум часам. Вот. Любовь никого не делит. Иисус отвергает любое господство. Это раз. Ну, или власть так называемую, да. Все царства мира дам тебе, если пав, поклонишься мне. Иисус это отвергает. Тщеславие, слава тоже отвергает. В виде хлеба, когда он в залкал, было как бы образом от всего вот этого богатства, власть, алчность всего-всего и побольше, и все в меня, и все мое, и все это надо от других защитить. Это образ. В частности, грехов, конкретных дел, вообще миллионы проявляемых. Есть области, так скажем, в которых мы их проявляем. Суть в том, что Иисус все это отверг. Посмотрите на все, не просто правители, а сами государства, вообще мировоззрение людей. Оно все это принимает. Власть, то есть господство. По сути, когда мы видим государство, мы видим, что людей устраивает быть рабами. Им нужны какие-то государи, цари, императоры. Если ты вот так вот уже кланяешься перед кем-то, уже говорят, что ты раб. Они сами любят это все, лебезить, устраивают эти иерархии, цепочки. Перед начальником трясутся, своего раба, подчиненного гнобят. Иисус все это отверг. Вы посмотрите в современном обществе. Вы где-нибудь видите равенства в обществе? Нет. Возьмите коммунизм, который якобы проповедовал равенство братства. Какое равенство братства? Там была номенклатура такая же, которая за говно не читала работяг, хотя как бы там рабочий человек. Нет. Нет. Это все слова. Вы знаете, в жизни слова... Иисус правильно говорил, как познать истину, как человек распознать по делам. Или дерево по плодам, как он символно выражался. Ну и прямо говорю. Посмотрите на дела. Можно было на словах что угодно кричать. Разве Иосиф Сталин ел в одной столовой с рабочим? Нет. Нет. Разве у любого рабочего есть охрана? Нет. Это все только на словах. У Иисуса была охрана. Это как вы возьмите в религии, там, в патриархе. У него каждая бабушка... У каждой бабушки есть личный Mercedes последней модели в доступе. Нет. У любой бабушки весь гардероб не сравнится с одной... С одним богослужебным только одеянием, наверное, да. Там, патриарх какого-нибудь. Так что все это, знаете, на словах может быть одно, а на делах другое. Поэтому вы где-нибудь видите государство, где все равны, где нету власти? Нет. Слава. Нет. Алчность. Нет. Все везде одно и то же. Возможно ли мироздание, люди, общество без границ? Возможно. Когда люди отрекутся от этого. Захотят они отречься? Нет. Они не хотят. Нет в ней никаких любви. Каждый народ видит... Знаете, когда мы вот так вот границу где-то прочертили, даже в так называемой Европе не зря они пытаются там союзную Европу сделать. Или вообще Евросоюз. Или вообще Европу в концовке границы стереть. Вот. Там есть у некоторых людей здравые мысли, да? Сам факт. Когда есть граница, ты сам человеку другому за этой границей... У меня где-то есть иллюстрация вот такая. Ты уже показал, что ты мне... Ну, как бы, да, хорошо, я тебя люблю. Но вот за этой чертой. Это очень важно в жизни понимать. Это вот все внешнее говорит о нашем внутреннем. Мы видим государство, границы. Мы уже себя отделили. Как где же любовь? Любовь соединяет. Любовь тянет друг к другу. Это магниты. Вот так вот. Хочешь вообще слиться, раствориться, как две капельки воды друг к другу войти, когда ты любишь кого-то. Разделение говорит о чем? Как две страны могут утверждать, две нации, что они любят друг друга, если между ними есть граница? Визы там, пограничники. Как? На словах можно, они едут друг к другу с делегациями президента, там, к президенту целуются, якобы показывают. Нету никакой ложь. Ложь, лицемерие, многоличие. Они все с масками. Вы говорите, что народы ваши любят друг друга. Нет. Вот эти границы. Не путайтесь с домом. То, что у каждого в жизни есть какая-то зона комфорта. Это внешнее проявление того, что каждый может в себе просто спрятаться. Точно так же, как мы всему миру, может быть, вот мое мирозрение открыто, но все равно у меня есть коробочка, вот мой внутренний мир, которого вы все равно не видите. Я вам показываю то, что я хочу. Маленький домик, когда у каждого есть какой-то, тем более опять это на этой грешной земле, это не показатель отделенности. Если у нас бы не было в домах замков, да, если бы, дело не в этом. Это же тоже любовь и свобода. Это вообще, это такая же антиномия. Я вообще редко пью, и тем более во время проповеди. Ну, когда длинный, я так понимаю, надо, наверное, просто горло сохнет. Надо все-таки воду пить. Не зря же все пьют, когда что-то много говорят. А может и нет, просто связки устают потихоньку. Вот эти все границы, я говорю, не путайте с домом, где у вас есть какая-то там кровать, это нормально. Нам всем Бог создал такой мир, он безграничен. Он сам потому что безграничен, поэтому слово создал, конечно, такое детское. Что у нас у каждого просто есть эта зона комфорта, вот и все. Так как она есть внутри, она просто проявляется снаружи, это нормально. Но все, что существует в мире между этими так называемыми нациями, государствами, странами, говорит о том, что мы ненавидим друг друга. Давайте опять размышлять категориями любви, свободы и бессмертия. И что это должно проявляться в делах. Возможно было бы от этого отказаться, да. Если бы люди любили друг друга и понимали, что в этом суть блага бытия, счастливой жизни, они бы все это давно стерли и выкинули. Они бы, конечно, этого не нарезали, это понятно. Еще Каин построил первый город. Город, от слова, кто знает, ограда, огорождение. Он первый огородился. Он же убийца был. Стал свою семью растить таких же убийц. Своих отпрысков и так далее. Первый город построил. Сам-то убийца, он строит ограждение. Казалось бы, кто тебя обидит, если дети Сифа были добрые люди. Потом после Авеля у Адама с Евой третий сын рождается Сиф. Вот, по идее, как там сын света, да. От кого тебя огораживает? Ты сам убийца. Зло, оно везде видит зло во всех. Возможно ли в миру, я хочу просто сегодня, так как это тема, и я не хочу уже отделять это в отдельное видео, раз уж идет так накатом. Возможно же, это, конечно, в оконцовке вы поймете, что это, конечно, невозможно, что люди не хотят от зла отрекаться от власти, славы и господства. Начиная там, ну вы поймите еще раз, те, кто там вверху, они реально, это те люди, которые основная масса внизу. Это важно понимать. Поэтому такие, как мы есть, которые внизу, это не проекция тех, кто вверху, это не наша проекция, не нашей души. Но основной массой это действительно так. Любого правителя, посмотрите, ну там бывает момент, когда у него уже едет крыша, низ-то уже не такой, а он куда-то сам там уехал. Но это, если вы смотрите, он уже там засиделся, да, а если это в начале, да, то это реально можно увидеть выбор и сущность народа, его желание. Возможно же, возможно ли, а сегодня будут говорить конкретно, а вот о границе, об армии. Есть ли страны, вы когда-нибудь задумывались, а есть ли страны, мы вот сюда, я сам живу якобы в ядерной сверхдержаве, да, а вы задумывались о том, есть ли страны без армии. Вот я вам опять включаю википедию, и прям, если прям так наберете, есть такая страница. Список стран, не имеющих вооруженных сил. Давайте прочитаем теперь то, что у нас здесь есть, да. Можно было поделить ролик, но как-то называть по-другому я бы его не хотел. Можно было первое в пацифизм просто тоже выделить, а это как это назвать, не знаю, вот как. Так, страны, возможно ли мир без армии и границ, ну пусть это будет в одном ролике, я уже ничего делить не хочу. Читаем. Список стран, не имеющих вооруженных сил. Список стран, государств, не имеющих вооруженной силы, сухопутный, морской, воздушный и так далее для защиты внешних границ. В этом списке внесены независимые государства и страны, в которых нет вооруженных сил. Зачастую, впрочем, их независимость очень формальна. В том же время обычно в таких странах есть полицейские или иные военизированные организации, которые выполняют часть функций военных служб. Почти всегда у них есть договоренность с другой страной о своей обороне. Так, например, Ватикан охраняет нанятая пехотная когорта швейцарцев священной охраны римского папы, а у Науру есть такая договоренность с Австралией. В Исландии и Монако нет ВС, в классическом понимании, однако действуют особые военные структуры. И, как мы видим, здесь такой список стран. Сан-Марина, Сент-Висент и Гренадины, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу и Япония. После капитуляции Японии в сентябре 1945 года вооруженные силы были расформированы. И в 9-й статье Конституции Японии был закреплен отказ от создания Японии когда-либо в будущем сухопутных военно-морских и военно-воздушных сил. Однако уже в 50-м и 54-м году были созданы силы самообороны Японии, а де-факто представляющие собой вооруженные силы. На этом я вам википитейные заканчиваю. И мы с вами, я, может не все стало понятно, еще раз, во-первых, я сегодня не буду трогать вопрос полиции. То есть вот то, что мы с вами сегодня поделили, я не просто так вначале сказал, есть внешнее право на насилие у государства и внутреннее. Внутреннее мы сегодня оставляем, оно вне рамках этого видео и пацифизма. Хотя очень близко. Но, как мы с вами даже читали о пацифизме, там такая тонкая грань. Ну уж сегодня точно мы оставим с вами внешнее, внутреннее право государства на насилие. Это уж точно. Сегодня только о внешнем поговорим. О границах. И об армии. То есть о тех, кто умеет внешнее на насилие, право на насилие во внешнем мире, да, относительно своего государства и страны. О чем было сказано в этой статье, еще раз своими словами уже скажу, что есть страны, да, как бы, конечно, я специально даже публично зачитал эти названия, как мы видим, они настолько мне самому неизвестны, что я их там читаю коряво, с заиканием. Это в основном, конечно, там маленькие страны, порой какие-нибудь такие отделения просто или еще что-то. Плюс у них есть в том, что они, может быть, и якобы без армии, но они находятся с кем-то из договора просто, что у нас нет, но из чего вы нас защищаете? Они, может, там какую-то копеечку башлять за это, да, от своего там ВВП страны и так далее, да. Кто-то, как Япония, это же велик, это же большая тоже страна и держава, да, так называемая во Вторую мировую была на стороне фашизма, так называемого, да, воевала с окружающими странами. Они, понятно, ее, по сути, демилитаризировали, как у нас сейчас Россия пытается сделать с Украиной, да, вот, но, по сути, она хоть и в Конституцию внесла, даже такое, что нет, у нас ничего не будет, в оконцовке все это сделала де-факто, просто назвала другими словами. То есть тоже можно, надо это понимать, да. Я сам специально это показываю, не что будет прям, вот, вы знаете, есть там страна, которая, да, чё ж нам. Мы сейчас все это разберем, то есть можно формально подойти к этому вопросу, кажется, ой, есть, нет, оказывается, там, да, Япония такая же. Все у нее как было, она не зря воевала во Вторую мировую, да, огромная тоже армия, технически на тот момент тоже вооруженная до зубов и все прочее, да. И сейчас все то же самое у них осталось, ничего не изменилось, вот, хотя попытки были. Возможно ли отказаться от границ и армии? Я буду говорить, особенно, все равно основная масса меня смотрит русскоязычных и, в частности, даже живущих на территории, проживающих на территории Российской Федерации. И причем вот именно Россия, как ядерные державы, одной из сильнейших, якобы, армий мира и так далее. Можем ли, я прямо поэтому на живом примере, чтобы нас коснулось. Я говорю, мне хочется, чтобы меня услышали те вот, кто вот это, знаете, сейчас войну уторпит, там, военную операцию на Украине, да, и оправдывает все прошлые войны, там, якобы, святых русских, там, царей или не царей, или Великую Вторую, Первую мировую. Все вот это вот дерьмо, которое я хочу, чтобы сейчас в одно смешать, да, и вот до таких людей донести. Возможно ли даже Россия сегодня отказаться от армии? Конечно. Элементарно. Ничего вообще сложного. Никто нас не поработит. Это первое. Во-вторых, если даже вы боитесь сегодня отказаться вот с этой мысли, что якобы кто-то нападет, и тут прям тебя в рабы прям просто захватит, да, и никто якобы здесь не заступится, как мы видим, это делается элементарно. Чтобы начать в этом мире стать закваской, это могла сделать любая страна, и как мы видим делают, только это в обществе не принимается. Это не надо мировому, мировому человечеству. Как бы пример это есть. Я не просто вам так зачитал. Мы сейчас уберем, там где-то одна страна все равно есть, которая, по-моему, вообще, я забыл, как она есть в этом списке. Я где-то слышал, ну, тоже, может, знаете, я слышал это скользко, и, может быть, это как всегда было так сказано, а может туда... Короче, ну, по-моему, есть одна страна, которая вообще не имеет никакого там союза ни с кем. Даже если не так. Даже вот если, как мы прочитали, действительно, все эти страны, какие-то острова, там небольшие государства, у них просто есть договор с более сильным государством, у которого, действительно, есть все возможности отразить любую агрессию, вплоть до того, самому напасть, да. И, пожалуйста. И там, действительно, да, пусть все это не бесплатно, так скажем, но это копейки. Кто знает, какие деньги идут. Я сегодня не буду бравировать цифрами разных стран, вы сами все это можете узнать, в той стране, в которой вы живете конкретно. Какие деньги идут на армию, да, на все вот это вооружение, солдафонство и так далее. На содержание все это, поддержки, разработок, а потом самих военных этих действий. Тут понимаешь, что какую-то там копейку не башлял, да, своему старшему какому-нибудь брату, сильному брату, да, это все не сравнилось бы никогда и близко с тем, сколько все идет это на армию, да. Пожалуйста, могла бы Россия сегодня отказаться от армии? Конечно. Если вы исповедуете любовь, вы говорите, любовь сверхдержаве, так называемой, той же самой ненавистной, просто ненавистной, детью дьявола, да. Неважно, по какой болезни головы, русский народ заквашен православием, протестантизмом, католицизмом, мусульманством, атеизмом, но что там везде враги нас хотят захватить. Конечно, эту дурь не выбить. Я понимаю, что я делаю, я сотрясаю воздух. Если меня один человек услышит, кто услышит это видео и поймет истину, это великое дело. Потому что там такая дурь у людей в головах, просто дурь. Мы сейчас вернемся, не раз будем возвращаться к тому, что отверг Иисус гордости. Это вот господство, это и гордость еще, он отверг, да, национальное, религиозное. Вы знаете, тут все, и фобии, и шизофрении, там что только нету людей. Они боятся привидений. Эти люди никогда в жизни эту Америку не видели. Они думают, что там прям живут психи, которые прям только их живем готовы сожжать. Ну, такие же люди живут. Эти люди не понимают всеобщую мысль, что мы все от Адама. Я не зря почему ролик даже не стал рвать. Мы все от Адама с Евой. Мы все от Ноя. Мы все люди. Такие же люди, кто желает в небесное царство, кто, конечно, в ад, всячески устремляется своей жизнью. Ну, там такие же люди. Бог сотворил всю землю, и каждому этому человеку дал жизнь. Элементарная вещь не понимается. Элементарная. Нет там никакого вот этого врага, нарисованного какого-то дьявола. Если он и такой сегодня этот человек, ты должен из него сделать Бога, святого, Бога любовь, своей любовью. Готова сегодня Россия сказать Америке, слушайте, а давайте любить друг друга. Вы сверхдержава? Они же там пытаются какие-то... Знаете, вот это все такое дерьмо, если честно, они там пытаются разоружиться, брешут друг друга. На самом деле, чисто на бумажке, какие-то лаборатории закрывают, все там дальше работает. Никто никакие... Если уничтожают какие-нибудь боеголовки, то уж просто уже списывать надо. Все равно, знаете, формально сделают вид, что они там... Да, арсенал свой уменьшили. Все это настолько... Вы знаете, был бы великий поступок, и он бы вот поступок явил бы опять по делам узнаете их, если бы мы действительно исповедовали мир, руководство, вся страна, все люди, Россия, допустим. Если бы мы сказали, мы готовы вообще отказаться. Но нам страшно, есть китайцы, Европа, тоже нас вечно захватит. Если уж нас Украина хочет захватить, уж тем более, вся Европа, да. Англосаксонцы, да. Кто настолько не хочет, да. Весь Китай, все, весь джихад придет, с Азии, Япония, с другой стороны, все у нас понарежет, все эти Курилы, на которых что там делать, непонятно. А ну да, там полезные ископаемые, что-то. Мы же такие жадные, съедим, сами добыть не можем, другим не дадим. Способна Россия свою гордость, свою дурь в голове. Там дури, просто там, половина, это просто говна в голове. Вот реально, дурь, говно, как их называть, просто тьмы. Есть там гордость, есть там тупость, есть невежество в этих головах. Это в головах 99 процентов. 99 и 9, наверное. Я говорю, к 0,1 процента. Эти люди еще способны услышать истину. Там дурь непробиваемая, просто. Опять, почему, я еще раз об этом скажу. Даже если Христалю покажется неправ. мы завтра, объявив Америке, что мы готовы просто всю армию от нее, мы тут пытаемся Украину демилитаризировать, да, мы сами демилитаризируемся, полностью от всего откладываемся, уничтожаем все оружие, все закрываем от чертовой матери, всю эту форму перешиваем в рабочую одежду, идем садить сады красивые, дома строить нищим, многодетным, да, и нуждающимся, инвалидам. Дороги там, да, инфраструктуру, приносящую радость и мир. Мы от всего этого отказываемся и нас завтра Америка захватывает. Прямо рабами реально в цепи закалывает, вот картины, кстати, неплохие. Вы верите в бессмертие? Кого-то убьют получается при этом, мы же все, а мы скажем нет. Кто-то, конечно, задастся в рабство, а кто-то скажет, я не буду рабом. Хочешь убивай, рабом я не буду. Мы отказались от военной, не чтобы рабами стать, давайте вместе жить, вместе развиваться. Хотите к нам приезжать, все, убираем, мы убираем армию, соответственно, без визы в этот, мы можем к вам лететь, там тоже, там красивейшая природа в Северной Америке, в частности, в Соединенных Штатах мне люди прислали видео, где они живут, там бесподобные места, бесповедные, заповедные зоны, вообще Америка тоже красивая, южная, северная, природа везде красивая. Мы можем там селиться, они могут к нам селиться, мы все граждане, мы стали называться Америка Росса, или мы вообще, мы от слова Россия избавились, от слова Русский, мы сказали, ребята, нам ничего не надо, давайте любить друг друга. Мы готовы все это говно из своей головы выкинуть раз и навсегда, Россия, Русский, наша армия, нет, пожалуйста, все, что у нас есть, ваше, все мое, твое. Хочешь, скажи в ответ, все мое, твое. Хочешь, забери, конечно, я бессмертный, меня ждет Небесное Царство, я любовь, свобода и бессмертие, я не хочу рабом, я не хочу трястись больше, кто-то на меня там нападет, мне надо с пушкой там стоять, мерзнуть, мои дети этим говном занимаются, я не хочу этого, я хочу освободиться от всего этого, нет никакого счастья без свободы, не хочу трястись, уж лучше сейчас тогда напади, я хочу жить, не боясь, где страх, там нет любви, нет Бога, ибо Бог и есть любовь. Способны в России пойти на такой поступок? К сожалению, нет. К великому моему сожалению, не понимают истины. Иисус сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные, и неправедников Он пришел призвать к покаянию, а грешников. Если вы христиане, это исповедуете, так не должны ли мы с Америкой сказать, да, мы, может, в голове понимаем, там есть больные, в Украине есть больные, может быть, фашисты, националисты, давайте откажемся от всего и скажем, ребята, мы пришли без оружия, чтобы тебя кто-то принял, не боясь тебя, надо самому, как у Иисуса, взять все, Иисус только этого не делал, но нам придется сделать, вот так все, мечи там, пистолеты, все повыбрасывать, показать, что мы без оружия, ничего у нас нету, ногими прийти, какими были, ногими Адам с Евой в раю, ногими, ничего не прятать, ничего не врать, у нас ничего нет, ребят, мы все уничтожили, приезжайте, смотрите, хотите, с металлоискателем, мы все, приезжайте, смотрите, как будем вместе уничтожать, вот все наши карты, планы, схемы, где у нас какие-то там боеголовки были, где под землей эти атомные боеголовки, вот чемоданчик, все уничтожаем, давайте вместе все уничтожать, у вас на глазах, способен хоть кто-нибудь в России, вот то, что я сейчас говорю, не обосрать меня в комментариях, а сказать да, ты говоришь правду, мы все должны так делать, давайте это распространять, вы в конце посмотрите, сколько под роликом будет комментариев, согласных с этим, и лайков, вот вы просто посмотрите, это при условии, что этот ролик будет выпущен на моем канале, для моей аудитории, и дальше он никуда не уйдет, один человек поставит лайк, и пол человека им поделится, все, кто-нибудь способен это услышать, кто-нибудь способен все говно из своей головы и сердца выкинуть, и понять, что Бог есть любовь, что все люди на земле, и счастливы можем будем только тогда, когда будем любить друг друга, что носиться со своими национальными, там у нас такие платочки, или такой язык, да какая разница, есть один язык, который понимают все, это язык любви, никуда ваши не денутся Пушкин и Достоевскими, а если и денутся, ни один язык, его красота, ни одно великое произведение мира не стоит ни одной слезы, капли крови современного человека, вы каждый Пушкин, и все, и у них есть великие люди, это все дерьмо, из-за которого друг другу режут глотки, если ты любовь, вы вздумайтесь в то, что христианин проповедует, что ты готов даже жизнь отдать ради любви, чтобы человеку явить любовь, доказать ему, чтобы мы любили друг друга, а тут надо отречься от вообще вещей, просто пустых, ничего не значащих в мироздании, их просто не существует, сегодня ты русский, завтра родишься американцем, послезавтрак китайцем, все разнообразие мира лишь для радости жизни, это не ценности, это просто разности, это различия, они не имеют никакой ценности сами по себе, не имеют абсолютно, тем более на чаше весов добра и зла, ценности есть любовь, одна единственная ценность, любовь, ну, истина, это любовь, свободу и бессмертие, они не раздельны, я хоть и надо говорю о них по отдельности, на самом деле, когда я сказал о любви, я сказал сразу о свободе и вечности, я сказал о вечности, я сразу сказал о свободе и любви, и о свободе, сказав, говорю о любви и вечности, способен кто-нибудь это услышать принятие так поступить нет а ведь это реально вы знаете то что сейчас предложил это реальная программа вплоть до президентских выборов я вот могу сайт программ пойти на президентский выбор кто-нибудь готов сделать мы мы заживем райской жизни кто-нибудь готов выступить с этим и кто-нибудь его поддержит никто люди идиоты бессердечные идиоты то что жизнь познается по делам и раз они этого не делают в них живет вот все остальное нет мы не готовы мы тут захватили хрен знает сколько территории в россии мы сами не способны это не обработать не обслужить нам этих запасов там хватит не не то что там у тебя как мы даже мы даже мы даже ветхий завет исполнить не можем еще и он креститель говорил у тебя две тарелки на дай одну тебя две одежда отдай у нас не то что две у нас 102 мы сами это не способны мы сами друг друга жрем олигархат вот это все неравенство да мы сами то друг друга не любим что-то это понятно все чтобы такое сделать над конечно внутри страны жить равное любил любя друг друга да не может один летать на супер джете на личном другой до дарай центра из деревни добраться не на чем на телеге на скрипучий едет это невозможно конечно олигархи никого не любит это естественно ну на словах только и там какие-то подачки крохи с барского стола падают на само разделение само возвышение над кем-то уже все это говорит я сейчас о теории я очень не знаю конечно для кого я хочу чтобы ты что-то примет это и будет в себе все равно это реализовывать и местами словами которыми я сам говорю мы ты сам себе раскрываешь это любовь ты познав его изменив свое мышление и сердце ты там будешь на самом верху потому что там тоже слава от слова разница ты вот это все поняв станешь богом возможно это к сожалению нет реально это даже на практике элементарно все представляй и более того сказать какую-то цепную реакцию могло бы запустить стоять и россия вечное противостояние россии с америки да вот так вот говорит америке и действительно все мы готовы мы готовы жить в любви американки такие же красивые американцы как и русские могут жениться выходить замуж перекрещиваться неважно какая в те кровь вот это сколько говна в россии русы славяны роды ой господи я смотрю на этих язычников но самых настоящих современных язычников это такая дурь это такая дурь которая ни к чему не ведет она на дно ада на самое настоящее дно ада вот вам схема вот вам реально как она сейчас есть дорожная карта такое понятие вот вам дорожная карта кто-нибудь это способен о какой войне с украины идет речь все опять палкой даже там якобы ради защиты детей донбасса теперь я перехожу уже вот к себе внешне все понятно внутри что надо сделать вот именно кого вы хотите защищать как это там донбасс присоединяет крым мы сами в говне живем я говорю как к россии это каждый кто мне не слушал где вы не жили но слушать не однозначно рук из русскоязычной но жить могут в разных странах я так по статистике смотрел хоть у меня там просмотра с гульки нос но все равно и там процентном есть из европы с америки со стран ближнего дальнего зарубежья страны снг неважно вы все все у вас у нас у всех все одинаково куда вы присоединяете что вы можете дать этим людям ничего вы знаете фильм не аватар в этом в голливудском там была такая хорошая мыс когда они этих-то пандору захватывали ты этот этот солдафон того что мы ему дадим кока-колу и вонючие старые джинсы когда они там в этом таком раю жили пандорском там в гармонии с природой эти синие человечки такие до того как там на ноги на это племя было неважно вы помните да кто смотрел аватар вот вот здесь то же самое знаете когда вот сейчас я на и на живом примере сегодня все равно скажу с украиной когда россия там якобы за донбасс там заступается слушайте вот чтобы даже не был никаких конфликтов не нарушая чужую границу если бы у нас был такой рай здесь в россии да все тут жили тут бы нищих да не было и средняя зарплата была не 17000 при квартплате 5000 рублей и всем прочими нуждами еще на десятку да то этим людям можно было просто как слушайте наставьте вы тоже есть там были тоже нормальные светлые люди как это хотят выдать на донбассе то все такие святые на сказать слушайте доставьте вы там все вот просто все оставьте даже кого-то там коттедж стоит у нас полно земли у нас полно денег мы богатая сторона вот вы кто переехать оттуда 2 миллиона на коттедж 3 миллиона 3 миллиона на коттедж я на современные деньги говорю кто будет слушать на 1 марта вот вам на дом вот нас полно работы куда ходим нас мы найдем новый завод под под всех подстроен ну там же не все на одном заводе хотя чек простую работу любой может выполнять вот пожалуйста да не только внутри куда переедет можно целый город построить для там донбасса для луганска там пожалуйста да переезжайте все оставь там фашист переезжайте к нам мы все дадим у нас все есть вы не вы забудете через год о своей земле так называемым завтра ваша земля наш дом станет вашим домом у нас все есть у нас не хуже слушайте донбасс и восток украины и воронежской области которые живут сто километров ну там образно плюс минус одна и та же природа речки с виду только на карте мы знаем их разность названия все одинаково в чем проблема сказать пожалуйста ребята кто хотите все переезжайте наш такая хорошая россия такая же нас нас все живут в коттеджах то нас у всех современные дома современные инфраструктуры мебель да у нас все отлично переезжайте мы все кто хочет к нам я кто слышал такой не раз говорил почему россии не открыться всему миру если вы такие супер христиане православные там особенно нас что они вообще там среди всех псевдо христианских сект самые такие правильные хорошие если вы любите людей уберите вообще все границы кто ну я имею ввиду у такие границы в голове пусть даже при сохранении таких границ сказать ребята кто хочет в нашу страну хочет жить по нашим правилам по правилам любви одно правило да пожалуйста приезжайте всем даем сразу гражданство чтобы ты был полноценным членом обществом проблем не было таких бытовых да пожалуйста даем деньги работой стройсе у нас все есть мы лучше дадим и пожалеем чем мы не дадим вообще-то нас есть нас много как чубайс там на вечеринке в росатами говорил у нас много денег с денег столько что делать не главное там веселился вот вот если мы вся россия так жили пожалуйста приезжайте много мы всех любим давайте все тут жить жениться перекрещиваться мы дети божьи мы не русские никакие там не славяне мы дети божьи хотите быть детьми божьими все кто хочет быть детьми божьими а это любовь это не творите никакого зла да у нас осталась полиция суды нет не делайте зла если хотите жить в любви а вы приезжайте даете это согласие если вдруг вы створите злое дело будьте наказаны тогда может быть выслан там или так далее приезжайте все способные у нас есть законы это подтверждающие дела не замучаешься визу получать такую же любое там гражданство и все прочее и у нас вы разве можно жить мы в говне живем в россии самом настоящем говне пожирает друг друга одни живут за счет других воруют грабит обманывают эксплуатируют так называемый бизнес да где хозяин до хера получает а все остальные там влачат две копейки коррупции все прочее который тоже элементарно избавиться было бы желание легкий выход из ситуации конечно знать почему этого не делается почему там россия сейчас идет в военную кампанию украины то что с ней нам нечем предложить ничего все что и мы можешь предложить кто понимает о чем и 10 тысяч рублей это предел при том что у нас свои я прямо словами я их не пытаюсь приукрасим говне живем не знаю что завтра ты будешь никакой уверенности не стабильности ничего завтра потеряешь трудоспособность ты будешь вообще говно на улице жрать бездомные многодетные все живут как не знают где денег взять я же на живых я как говорил мы все равно коснемся мы живем в такой стране нет о чем говорить вообще еще хочу сказать отдельный тоже такой задумайтесь я много раз об этом так говорил где-то вскользь это военных вообще границах еще раз начала военных и вместе границах если бы мы только сегодня убрали бы отказались от армии и от границы вся военная структура возьмите только людей деньги это вообще там бешеные деньги а слову без эти деньги дьяволу приносит это огромный бюджет это огромный процент от внутривала так называемым продуктом процент по страны да вот это огромный там доля идет на это возьмите только людей я всегда военных называют дармоедами то самые настоящие дармоеды паразиты они ничего человек созидатель творец они ничего не созидают они ничего не творят ихняя жизнь их не цель их него служение это разрушение цель разрушение во имя блага они ничего не созидают они дармоеды их обслуживают люди то есть они мало то что сами ничего не созидают да хотя бы до ноля зла не делай да Они еще чужое пожирают Они пожирают хлеб обычных людей Которые что-то создают Которые производят И второе Они в минус планке Если бы эти военные Наоборот, что делали Да ладно, пусть эта картинка Бог с ними Хотел какой-нибудь из крестового похода Вам показать Они ничего не творят Да нет, я все-таки сейчас картинку вам открою Вот такую поставлю Рыцарь еще из крестовых походов Очень символично, чтобы было Обличающе Только представьте на секундочку Что все эти дармоеды Это и мужики, и женщины Во многих странах Да и в России женщины служат Есть же, где женщины служат, войска А посмотрите на Китай, Израиль Америку, Европу Там прям вообще с троями Там целый батальон и всего этого Есть страны полно Где воинская, женская служба Обязательная Тоже, как и мужчины Это срочно там проходит обучение Только вдумайтесь Если бы все эти люди С сегодняшнего дня Начали что-то созидать Строить дома Прям вот Прям берут по списку Многодетных Которым жить негде Там живут в однушке В доме валяющемся И начали дома строить Коттеж строится Я сам строитель Да Полгода За полгода Бригады легко Прям под ключ С фундаментом Прям сдать можно Заедут с мебелью Все Это делается Ну Это разные бригады Пусть одни Монолитчики там Каменщики Отделочники Пошло-поехало Ну это пять человек В основном Чтобы там, как говорят Попой не биться друг об другом Пять человек строят коттедж Вы вдумайтесь Что было бы даже через год Через один год Если все люди В любой стране Вот С такими тем более Огромными армиями Сегодня стали бы В своей стране Что-то созидать Стали бы Поехали бы сады выращивать Насаживать Да То есть прежде всего Еда Это пища Пища Одежда Кров Да И стали бы Этим вещами заниматься Вы бы свою страну Через год не узнали У нас не было бы Ни одного бездомного Ни одного нищего У нас не было бы детей Сирот Которых всех бы взяли И всех бы кормили Воспитывали Всем бы дома построили У нас бы сироты Не пытались Из государства Странную Там какую-нибудь Коммуналку выбить Да Которым там По закону Якобы Тоже Мы обязаны им дать Нет Они бы все Жили бы Все бы строили Свои Семьи создавали И так далее Вы только вздумайте Какое-то количество Люди Я сейчас цифры Не буду бравировать Потому что Специально не хочу Потому что У разных стран Все по-разному Но это огромные цифры Это огромный Людской ресурс Как раз Все эти деньги Которые Из говна Ты ничего не слепишь Материалы нужны Тоже дом построить Вот как раз Возьмите все эти деньги Которые направляются На армию И человеческий ресурс Всех этих мужиков Женщин Они также строители Могут быть Маляршами Как это всегда Тяжелые Хотя женщины Каменщики В России были Представляете Что бы было с миром С этой страной Если бы она завтра Отреклась бы Вот от этого безумия Только вдумайтесь В это Я говорю Заметьте Есть даже Безопасный способ Я еще раз Буду к нему Возвращаться К этой второй части Своего ролика К своей президентской Программе Ты просто Тут слово такое Говорю Хотя нормальному Человеку даже Оно не прийти Под кого-то Просто ложишься Глобо говоря На самом деле Это не так Братский союз С любой Вот этой сильной Страной Ты другим Пример покажешь С Германией Объединись Да Которая сейчас Третья экономика мира И первая В Европе Которая цивильная Там за все права Свобода Хорошо Америка не устраивает Америка не устраивает И вот поближе Сосед Отдайся Скажите Давайте вместе Общий бюджет Наша Ваша У нас Все полно Мы вам Вы нам Все Давайте Если кто-то Нападет Вот вы Нас Защищаете Я даже Видите Такой Минимальный Этап Беру Хорошо Потом Война Начнется Вы можете Как гражданское Часто Посмотрите Украине Люди Которые Никогда В руках Автомат Не держали Идут Военкоматы Берут Будете Защищаться И так Ну Не знаю Любой Другому Глотку Может Перерезать Любой Здоровый Мужик Не обязательно Для этого Служить Да Эти Года Жизни Срочненьки Терять Все Потом Ничего Кто знает Когда Ты Не практикуешь Ты Все Забываешь Чепуха Они Кроме Как Два Года Картошку Чистить Больше Ничего Не делают На Сам Деле Два Раза Выстрелят Через Год Забуд Как Автомат Собирать Пожалуйста И так На вас Нападут Тебе Германия Поможет И сами Внутренне Вы Все Восстанете Я Даже Пока Не Отрицаю Хорошо Хотя Просто Попробуйте Ничего Мусульмане В теории Бессмертие Они Исповедуют Ну Толку Опять Любить Ближнего Ненавидь Врага Свою Вы Поймите Все Псердо Христианские Секты Православие Католицизм Протестантизм Ислам Иудаизм У них Одно Учение Которое Обличал Иисус Опровергал Его И пытался Людям Донести Истину Это Любить Ближнего Он так и сказал Процитировав И то Такого прямого Нет Как бы Слова Кто знает Иисус И дал Тогда Определение Всем этим Учениям Которые Я Как его Ученик Благовествую Люби Ближнего И ненавидь Врага Своего В законе Нигде Никто Этой прямой Фразы Знает Что ее Не существует Иисус Тогда Дал Определение Всей Извращенной Истине Человечества Все живут По принципу Люби Ближнего И ненавидь Врага Своего А я Говорю Вам Любите Врагов Ваших Покоряйте Зло Любовью Тьму Светом Благословляйте Благотворите Молитесь Нет Не принимает Современное Христианство Это не Христианство Не принимает Этого Учения О любви К врагам Не принимает Учение О том Что Бог Есть Абсолютная Любовь И Желает Чтобы Все Изменились Никого Он В ад Не посылает Люди Сами Идут В ад Они Здесь Руками По свободе Потом Пойдут При великом Разделении С надеждой Выйти Но Когда Отдадут Сюда Последние Копейки Это очень Важно Понимать Вдумайтесь В то Безумие В котором Мы Живем Вы Все Кто Вот Своих Детей Кто В эту Армию Послал Или Никогда Не понимали Раньше Вещей Скажите Им Об этом Если Вы Желаете Им Благо Вплоть До Того Я знаю Некоторых Даже Не то Что Ладно Кто Понимает Уж Понимают Там Взрослые Дети Я Вижу Среди Своих Близких Кто Мамашки Я Их Так Называю Вы Дуры Не Потому Что Я Вас Обидеть Хочу Иисус Так И Говорил Безумные Вы Безумные Вы Своих Детей Туда Посылаете Это Все Еще Им Туда Знаете Дров В Печку Подбрасываете Все Это Разжигаете Им Это Дерьмо Им Это В Голово Вкладываете О Защите Там Еще Это Дурь Вы Должны Немедленно Им Сказать Что Это Зло Они Проживут В Гражданской Жизни Изменят Свою Жизнь Куда Угодно Все У Них Будет Хорошо Это Дурь У Меня Отец Которого Я Обличаю За То Что Воен Я Ему Сказал Что Вся Твоя Жизнь Пустая Она Посвящена Была Злу Ты Служил Не Не Людям Не Добру Ты Служил Дьяволу Вся Это Воинская Служба Это Бесовская Жизнь Он Мне Прямо Отвечал Будешь Убивать Он В связи Там Работал Ты Направлять Будешь Все Эти Дроны Ну Да Ты Будешь Приказ Исполнять Да Я Прямо Сказал Ты Дьявол Это Правда Самая Настоящая Правда Вдумайтесь В то Что Мы Могли Бы Сделать На Земле Кто Это Готов Принять Никто Никто Не Готов Это Принять Никто Не Готов Все Эти Слова Которые Вы Слышите Которые Не Соответствуют Делам О Любви Народов О Том Как Мы Любим Вся Вот Это Я Еще Знаете По поводу Еще раз Границы Я не договорил Вы Вдумайтесь В армию Сколько Тратится Слушайте Когда Эта Армия Еще Я забыл Сказать Вернулся Я Никого Все Планы Не Делал Так Вот Картинками Я Обычно Себе По сути План Выстраиваю Тех Проповеди Граница Знаете Сколько Мы Тратим На Пограничные Службы На Все Эти Миды Министерства Иностранных Дел Вот На Всю Эту Чепуху Вы Вдумайтесь Посольство Вы Вдумайтесь Сколько На Эт Тратят И Не Забывайте Это Все Там Работают Гражданские Это Все Какие То Земли Занято Лишнее Это Лишнее Здание В Это Огромные Ресурсы В Никуда Вообще Они Ничего Не Созидают Они Поддерживают Эту Систему Смерти Это Адская Вот Эту Всю Структуру Они Не Едет Электрику Делать Мамашки Которые Не Разбираются Которую Муженек Кинул Ей Отремонтировать Некому Она Должна Где-то Там Работать Еще С Тремя Детьми И Умудриться Электрика Нанять Чтобы Он Ей Что-то В Доме Починил Это Ресурсы И Деньги Опять Все Это Надо Раз Построить Потом Все Это Надо Содержать При Эксплуатации Или Забросывании Не Важно Это Огромные Ресурсы Это Не Просто Так Армия Это Не Только Военные Все Эти Границы Пограничники Это Целый Пласт Людей Пласт Этих Ресурсов Которых Мы Все Мы Все С Вами Содержим Эту Дурь Мы Все Страдаем Потому Что Эта Дурь Содержится Электричество Отопление Интернет И Пошло Поехало Административные Ресурсы Сколько Там Бумажные Волокиты Дури Всех Этих Учений Сколько Туда Выкидывается Денег Любой Завод Соответственно Вы Знаете Это Когда Цепочку Начинаешь Вдумываться А Ведь Мы Втянуто Людей Человечества Не Только Эти Вояки Дармоеды Все Кто Работает На Эту Военную Индустрию На Эту Военную Структуру Это Все Дармоеды Они Не Просто Ведь Им Платится Зарплата Зарплата Им Платится Вы Скажете Там Оружие Куда На Стран Тоже Продается Да Орудие Смерти Как Великолепно Мы Заработали На Убийстве Там Убивают Революции В Африку Мы Продаем Еще Куда Туда Из этого Оружия Убивают Людей Разве Можно Это Вообще Брать В пример Что Мы Продали Но Мы Не Прямо Дармоеды Там Завод Танки Производят Куда Тайми Убивают Вдумайтесь Тогда Что Мы Вообще Творим Я Поэтому Это Даже Убрал Пусть Мы Это Никуда Не Продаем Как Мы Говорим Барон Оружия Что С этим Все Фамилии Позабывал Голливудский Тоже Актер Как То Там Или Что Там Дьявол Как Слово Тоже Фильм Называется Кто Может Додумать Николас Кейдж Оружейный Барон По-моему Так Он Назывался Как Он Договаривал По сути Ведь Государства Многие Не торгуют Они Не Будут Сепаратистами Легально Торговать Мы Легально Поставляем Для Самообороны В какие-то Страны На Вооружение Потому Чтоб Стояла Якобы Не Стреляла Сейчас Спокойно Вон Русская Техника Стреляет В Украинцев Украинская В Русских Все Она Когда Надо Застреляет Уж Не Говоря Про То Что Конечно Не Признанные Какие Ни Войны Там Да Они Через Особых Людей Все Это Туда Продается Через Таких Оружейных Баронов Никому Не Известных Вот Об этом Я Вообще Табу Вы Вообще Прямо Спонсируете Зло Вы Никакуда Не Защищаете Для Вас Это Бизнес Деньги А Заметь Чем Занимается Россия То Самое Производит Это Оружие Оружие Смерти Мы Христиане Мы За Любовь Вы Оружие Смерти Продаете И Оно По Всему Миру Раскатывается От Маленьких До Великих До Маленьких Военных Конфликтов Официальных И Неофициальных Допустим Я говорю Это Вообще Табу Это Вообще Злодей Это Ад Это Дети Дьявол Кто Всем Этим Занимается А 99 Как я Сказал И 9 Процентов Это Одобряет Все Я Говорю К тем Кто Способен К Познанию Истины Даже Мы Для Себя Производили Ладно Мы Якобы Никому Не Даем Уж Психу Не Дадим Винтовку Да Нет Мы Никуда Мы Вот Для Себя Сколько В этом Участвует Вы Вдумайтесь Там же По цепочке Опять Я вам Видите Показал Казалось Бы Военный Военный Его Надо Одеть Обуть Дать Ему Крышу В этой Крыше Сколько Всего Отопление Груз Свет Газ Там Интернет Да Это Кто Все Обслуживает Получается Мир И так Знаете Это Сейчас Сегодня Не берем С вами Полицаев Чиновнич И все Так далее Знаете Такое ощущение Что в мире Работает Где-то Там 10% Человечества Кормят Все остальные 90% Потому что Это же Во всех Странах Зеркально Такое ощущение Что Поэтому Работяги Живут Как бомжи Потому что На них Сидит Все остальные 90% Паразитов По Надуманных Вот этих Профессий У меня Будет Отдельный В котором Мы живем Я выражаюсь Прямыми словами Чтобы вам Было понятно Это дерьмо Потому что У нас к этому Всегда такая Даже слово Я знаю Как вам Режет ухо Оно мне тоже Когда я Со стороны Кого-то смотрю Мне тоже режет И хорошо Что режет Это так и есть Это и есть Дерьмо Вся наша Современная Система образования Она и делает Из нас Этих Идиотов Бессердечных Поэтому Это дерьмо Это зло У нас уже На столик Просто Прилипли Эти слова Они знаете Там Зло Убийство Они как-то Уже даже Не трогают Есть какие-то Я стараюсь Словами Пользуюсь Которые хоть Что-то цепляют Блевотина Кто знает Я люблю Такие слова Они хоть Я сам слышу Я другого слышу Меня прям коробит Я думаю Ну это значит Хорошо Пусть от меня Да Неприятно Кажется От проповедника Такое слышат А вы знаете Уже не цепляют слова А веган Убийство Животное Говоришь Ничего не цепляет Хотя само слово Убийство Уже в себе Все несет Да нет Ну что там Ну потому что Кого-то там убили Какая разница Вы вдумайтесь В это Вот все Вот это Вот Это же Это же Просто на самом деле Само настоящее Дармоедство И что бы могло быть С обществом Если бы оно От всего этого Отказалось И как я вам Еще раз сказал Все это возможно Причина какая Для того Что мы этого не делаем Грех Во всех своих проявлениях Неважно в какой сфере Мы жадные Почему мы жадные Нам ни до кого дела нет Нет в нас любви Корень грех Ну грех Это антиноним Ну в моем конечно понимании Да В понимании истины Как я всегда говорю Что это не любовь Она в делах проявляется Вот так вот Готовы мы Вот так вот Обидим Мы можем быть разными Вся эта бред Пропаганды Всех стран Миров и народов О том что якобы Когда люди Два вплоть едину До сих пор никто Эту фразу Я сколько встречаюсь Сколько сам проповедую Да Два вплоть едину Все Как будто мы как Две капельки соединились Нет Что-то муж с женой Хоть как-то не пытайся Два вплоть едину На пять секунд И то Ненадолго Там единение И это не Слияние Это просто соединение Даже трение Я бы назвал Я говорю о сексе Да Это разве Они вплоть едину Стали И что потом Отодрать Друг от друга Невозможно Или они Как вообще Как две капли воды Соединились Мы не можем Их уже никогда В жизни Рассоединить И там найти Где какая капля Нет Знаете Все вот эти Вот Гордыни Держание Вот за это Вцепление Руками Во все Какие-то Внешние Во вплоцке Внешние Вот эти Различия Мира Которые Созданы Богом Для красоты Благобытия Для разности Для счастья Для удовольствия Мир прекрасен В разнообразии Я всегда говорю Да И какая-то Идиотская мысль Дьявольская мысль Которую Не познавшие Истинные люди Сами в это Принимают Потом веруют И исповедуют На других Переносит Что якобы При единении Стираются Какие-то Индивидуальности Нет Это не так Более того При соединении Двух Когда мужчина Женщина Соединяются Получается Третий Человечек У них И он является Еще уникальным Хотя эти Соединились И они Ничего не потеряли И он появился И он появился Не копии папы Не копии мамы А еще Третьим Частью взятым От папы Частью от мамы А частью Он вообще Станет тем Кем он хочет Даже Там и по плоти Беру это Сразу все Перемешиваю Плоти Дух И видимые И невидимые Вот эта дурь Когда люди Культура За счетом Держаться Чепуха Останется Где надо И та Какая была Кто-то будет Хранить И пусть хранит Найдется у него Желающий Хранить его Культуру Передавать Он и так Будет передавать То что мы С кем-то Размываем Знаете Есть такая Великая мудрость Великих Что мы Никогда Ничего не теряем Мы лишь Освобождаем Место для чего-то Нового Это все Лишь изменение Форм Говорить об этом Можно бесконечно Только тут Важна сама суть Я надеюсь Что я до вас Ее донес Вот что такое Пацифизм Что вообще Вот это все Война Граница Знаете Все где вы слышите Где нет Вообще еще раз Вам скажу О христианстве Об истине Истина Вообще слово Означает Есть Это все Синонимичные Понятия Совершенство Святость Полнота Сто процентов Из ста процентов Все Речь идет об этом Где вы не видите Полноты Совершенства Святости Вот этого Учения Об истине О всем Самом Все Конец Вот все Самое великое Светлое Все это чепуха Все эти Я говорю Потуги Там Едут Там Решают Какой-то вопрос Вот так Одеяло Друг на друга Кто-то слабей Пришлось Отпустить Немножко Кто-то Одеяло На себя На сантиметр Перенес Это все Такая чепуха Почему я всем Тоже говорю Знаете Есть планка Перехода Между добром И злом Это нетворение Зла Это первое Дальше конечно Там нет предела Как и от этой планки Вниз падать Вот Но очень важно Понять Что ты должен Планку Перейти первым Нетворением Зла И конечно же Стремиться К совершенству Все псевдо Христианские Секты Современные Мне за христиан Просто особо Всегда больно Потому что я сам Себя называю Учеником Христа В том Что они Отреклись От учения О совершенстве Они отреклись Точнее даже От нетворения Зла Это понятно Уже я об этом Тоже говорю Они переодели Многое Зло в добро Люди вкушают Думают Что они вкушают Плоды добра На самом деле Творят зло То есть Они нет конечно Отвергли И учения О совершенстве О святости Другими словами О любви Даже врагов Жертвенной любви К врагам Если бы они Это только сегодня Приняли Все бы сразу Стало Изменилось Светлые люди В которых Все это маячит У которых просто было Все это пазл Знаете У которых Пазл в голове Валялся Вот так кучкой Я всегда помогаю Знаете Я понял Вот сейчас Такой вам образ Дам Что действительно Вы знаете Проповедник Человек слова Которому мы призваны Только слово Менять людей Да Хоть с креста Вопи Да Добро в голову Он тоже силком Не вбивается Но ты остаешься Свободным Никто не имеет У тебя Не сможет Не может этого Права В принципе Только физический рот Там пляпом закрыть Ты из креста Будешь проповедовать истину Вы знаете Я понял У меня такой образ Открылся Что действительно Служение слова Она нужна И кто-то меняется Это единица Из ста сказанных Людям об истине Принимает ее Полчеловека Это реально Так Даже Стать человек Даже один бывает Не принимает Я знаю Такой образ Действительно Кто ее принимает Это Образов много Я говорил Он и так светлый Он просто что-то Не понимает Не доформированный Он сам терзается Не может это выразить Вот Но есть хороший образ Мы все знаем Пазл с вами Да Когда Собирают Из этих разных Кусочков Общую картину Вот вы знаете Наверное Действительно Проповедник Те кто Меняются От его слов Избирают Добро Отрекаются От зла Это вот те люди У которых Этот пазл уже есть Ну по сути Свет у нас во всех Есть Надо его раскрыть Это тоже хорошие слова Образы Что мы помогаем Да Хотите У него уже там Клеит этот огонек Он там раздувает Его тоже Хороший образ Об Иисусе Сказано Что он Льна курящегося Дымящегося Не загасит И палки Соломки Надломленные Не доломает Наоборот Там все это Раздует И исправит Да Вот Ну вот у меня Такой образ Современный Хочется в конце сказать И действительно У кого этот пазл Знаете Есть в голове В сердце Вываленный И вот ты ему Лишь помогаешь Собирать У него эта картинка Но он у него Хотя бы есть Большинство люди Эту сущность убрали Одно дело Его все Ну как мне говорят Да Я вот Сам там Отвернулся От убийства животных Буду сюда Христианином Не могу объяснить Меня там троллят Я не понимаю У меня самого Как бы куча вопросов Кто знает Мне о веганстве Целых Несколько плейлистов Вот Все это записано Выговорим Да почему там Что-то есть в Библии Якобы Одобряющие Даже убийства Там Да В Новом Завете Ветхом Или таких Грешных Там Ну как я их называю Или языческих Управданий Там На остров попадешь Да Но человек все равно Выбирает Он говорит Нет Я вот светлый И я ему допустим Помогаю просто утвердиться Или он об этом думал У него все сердце было Может где-то случайно слышал Или от меня услышал У него сразу пошло Но еще надо доложить И вот действительно Ты ему просто этот пазл собираешь Да Конечно дело тоже велико С другой стороны Он не такой велик У человека уже все это есть С одной стороны Но я образ Что делает Это я все говорю За себя И другим В себе В этом даю пример Что действительно К сожалению Как и говорили Древние мудрецы Всех времен народов Не желающим меня С человеку Помочь невозможно Как бы мы ни хотели Да Страдаешь Я страдаю Всегда Когда вижу Слово Человек Когда он Не хочет Тем более Когда ты сам Прикладываешь Все усилия Донести ему Истину Призываешь Чтобы мир Был Благобытием Для всех К сожалению Сегодня Если в нем Этого нет То Он не меняется То так вот В конце Еще раз Анонсирую Сейчас включу Вам На моем канале На котором Вы смотрите Это видео Христалю Пропоти Упищу В пустыне Веганам Вы найдете Плейлист Вот Называется Любовь к врагам Церкви Народа Отечества Ну есть и плейлист Я отдельно Отделил Но он тоже Все это близко Любовь к врагам Лично своим Да Как видите Любовь к врагам Даже тут Вон 28 Видео Но туда Некоторые Добавил Из Канала Библия Из писания Что я читал И вообще Кого интересует Ну вот Эти плейлисты Это самое близкое Что по теме А так пожалуйста Любовь к ближнему И так далее Все это Все это Нужно Поизучать Ну и кого интересуют Вопросы библейские Или вот Коран Даже я записал Да Пусть Там мусульманин Нет То есть У меня на канале Христолюб Библии Иные писания Все это есть Там сможете Все это посмотреть Ну это у меня Все Я и так У вас У кого-то Наверное Отнял Очень много Времени Да Напоследок Что хочу Сказать Ну Во-первых Напишите Ваши мысли В комментарии Не спешите Писать Очередную Злую Дурь Потому что Я прав Потому что я добр Кто знает Меня часто Так говорю Да То что я говорю Почему соответствует Истине Потому что Это соответствует Любви Свободе В вечной жизни Именно так Только возможно При таком Только жизни При таких делах И поступках Исходя из твоего Сущности Возможно только Благо бытия Счастливая жизнь Всего божьего Мироздания Поэтому конечно Переубедить вас Меня не получится Я не запрещаю Конечно писать И дурь И совсем агрессивно Конечно блокирую После написания Ты дури Ну пожалуйста Можете свои мысли Писать Вот Не знаю Давайте по лайкам Сделаем такой опрос Просто Посмотрим Сколько людей Поставят лайк Это будет означать Кто не просто Прям совсем согласен Можете и так И так Не знаю Опрос Заморачиваться Нет смысла Какой-то делать Хотя раньше Можно было Опрос присоединить Кто согласен Вот с таким Вот как я предложил С президентской Кто готов поддержать Эту мою президентскую Программу О том что О полном Разоружении И стирании Всяких границ Вот Причем Вот по такой Действительно Рабочей схеме Знаете Не просто прямой Ну прям Альтруистический Фанатистический Нет пожалуйста Аккуратный Да Такими шажками Конечно В ней есть риск Но Сведем до минимальных рисков То что ты Бросил все Да Не стал Никакой стране Ничего предлагать Вот я тут На растерзание Нет пожалуйста Всем страшно Давайте Да это риск Ты же доверишься Америке Доверишься Германии Или еще кому-то Допустим Да Вот Можно Китаю Попробовать Кому куда лежит Да не суть важна Мне допустим Все равно Я всем сразу Предложил бы Да Вот Кто согласен С такой Сейчас спустимся С небес на землю Вообще идеальная схема Я рассказал Да Кто вообще Познав Познав истину Такой как я Тут может просто взять Вот так выйти И всем сказать Терзайте меня Лишь бы вы в любовь Превратились Мне все равно Что будет Для меня жизнь Христос А смерть приобретение Вот Но Даже Даже по дорожной карте Минималь С минимальными рисками Да Вот Пожалуйста Мы Да Предлагаем Разоружение Любовь Кто хочет Пожалуйста Отменяем Формально Граница Остается Погранслужбу К минимуму Сводим Для проверки Просто Кто проходит Ну понятно Ты тоже Не с автоматом Пускаешь К минимуму Вести Все Не так Что Там Ковыряйтесь Припровез Он Нельзя Там Два Яблока Лишних Провести Что Ты Да Не Там К минимальному Сводим Все Это И вот Все Кто Поддерживает Такие Такие Такое Мировоззрение Такую Конкретно Заружную Карту Вот Сами Кто Будет Смотреть Увидите Сколько Будет Лайков Жалко Я не знаю Проверить Как поделиться Никто Нельзя Особо Это Я в личном Иногда В порядке В частном Посматриваю Тех Кто Так Называем Виртуальные Друзья В социальных Сетях Вообще Кто Ни Моими Роликами Делится Я вижу Конечно Печальную Картиру Что Не важно Что Длинные Скучные Слушайте Зато После Такого Одного Ролика Мне кажется Все Достаточно Должно Быть Понятно И Все Дальше Только Действуя Ну Вы Увидите Печальную Картину Не забывайте О том Что На моем Ролике Выложено Кто Конечно Она Вот Так Это 10 Человек 10 Процентов Я знаю Просмотров И так Будет Лайков Про Статистика На 100 Просмотров И 100 Лайков Тогда Мы Что Ни Могли Измени А Вы Увидите Что Это 10 Процентов Только Будет Лайков От Этих Просмотров Моей Аудитории И Никуда Это Дальше Во-первых Не Выйдет Это Тоже Будет Показателем И Показатель Что Даже Среди Моей Аудитории Моей Это 10 Процентов Кто Готов Это Принять И То Так На словах Ты готов Меня Поддержит На деле Нет Затрясется Да Страшно Будет Отрясется Потому Своим Собственным Детям Даже Не Говорят Родителям На словах Да Ты Молодец Хорошо Говоришь В теории Все Хорошо Чего Только Я Не Читаю В Комментариях Но Это Все Нереально Я То Он Говорит Что Я Не Готов Да Это Хорошо Это Было Хорошо Не Важно Такая У него Причина Там Сидит Вечную Жизнь Не Вер Все Он Страшит За Жизнь Хочет Еще Повлачить Своё Жалкое Существование В этом Аду Поэтому Кто-то Поставит Лайк Потому Что Говоришь Как бы Красиво Это В теории Все Правильно Но Это Утопия Есть Так Понять Мне Это Не Раз Пишут Про Любовь К Врагам Что Все Это Утопия Для Вас Это Утопия А Для Меня Это Реальность Будущей Вечной Жизни Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова